Девушки отдыхают Продолжаем разговор Значит, я хотел бы все-таки закончить здесь То, что мы начали с тобой Зачитывать, Владимир Владимирович Здесь еще осталось два пункта Зачитать третий пункт Зачем? Я считаю, что категорически нельзя выходить из Солнечной системы Пытаюсь объяснить, почему И вот тут пересекается с тем, что ты говорил Первое. Вселенная полностью набита различными формами жизни Вылазить из своего угла просто опасно для жизни на нашей планете Например, вы позволяете существовать осиному гнезду на чердаке сарая Стоящего в углу собственного дачного участка И осы на полном серьезе считают окружающий мир своим И могут агрессивно его защищать Это продлится только до той поры, пока несколько ос не отточат свои жало для полета на соседний участок Мимо детской песочницы Если при этом у детей владельца участка возникнет страх Будь ужаленным, придет мужик с паяльной лампой и внезапно остановит развитие осиной цивилизации При этом обратите внимание, что нет никакой коммуникации Да и быть ее не может Между высокоразвитой цивилизацией мужика с паяльной лампой и цивилизацией ос Эй, осы, я выхожу с вами на контакт Жизнь значительно более развитая, чем земная Не имеет никакой возможности войти в контакт с земной Менее развитой Выйдите в парк и войдите в контакт с утками Здравствуй, уточка Сейчас я вступлю с тобой в контакт Утке такой контакт совершенно не нужен Зачем вступать с уткой в контакт, если она потеряет осознание того, что контакт был, как только он закончится По какому сценарию пришельцы будут вступать в контакт с землянами? Наверняка по сценарию космопоиска Здравствуйте, мы пилоты корабля, на котором прилетела Алешенька Мы пришли к вам с миром Итог Возможность навлечь на себя уничтожение ударом тапка имеется Вступить в контакт по сценарию утка Прикормящих уток минимально Сравнительная тишина вокруг солнечной системы, вероятно, объясняется тем, что хозяин дачного участка содержит должное для себя порядке чистое место Где по случаю завелись осы Кроме того, имеется следующий момент Напишу его, что берет с собой в путешествие четырехлетний ребенок мишку, коляску для мишки, совочек И с таким набором ребенок выходит на шоссе с активным движением В лучшем случае ребенок отделается испугом и рискует получить выговор Незнания ребенком правил дорожного движения нисколько не защищают его от вероятности быть перееханным КАМАЗом Вот такая радужная перспектива Владимиром Изматич описана Четвертый пункт попозже, давай с третьим разберемся Сходится с твоими представлениями? Сходится, но два коротких комментария Вот красивое сравнение с осиным гнездом, которое терпит сосед С паяльной лампой Сосед с паяльной лампой, замечу С точки зрения ОС, замечу Сосед с паяльной лампой, это как для нас высокоразвитая цивилизация В которой, конечно, паяльная лампа помощнее нашей будет Но вот этот пример я другими словами прокомментирую Сосед будет терпеть этих ОС до тех пор, пока они не выйдут на третий уровень Вот по той градации, которую я прочитал То есть пока они летают на втором уровне То есть не долетают до детской песочницы Они никому не интересны Если в детской песочнице будут долетать безобидные какие-нибудь мотыльки Особенно красивые бабочки Это вообще замечательно и будет приветствоваться А как только окажется, что среди этих мотыльков затесались ОСы Причем неважно, они, может быть, и миролюбивые ОСы Но у этих ОС есть жало И это само наличие оружия вот этого жало У цивилизации, перешедшей на третий уровень Дает основание соседу с паяльной лампой Применить эту паяльную лампу в превентивных целях Подчеркиваю, даже не потому, что ОСы ужалят ребенка на детской площадке А потому, что ОСы оказались в досягаемости Вот, пожалуйста, как бы сказать Поймите, что мне очень не хотелось бы Чтобы меня или другого какого-то представителя рода человеческого Кто-то принял бы за вооруженную жалом ОСу Так что, ну, пафос нашего радиослушателя мне близок Так что, давайте переходить от сравнения зоологических Уже на понятные математикам и ученым язык цифр Да, вот недавно, кстати, раз про ОСы написали Кашу я травку на своем участке, никого не трогаю Смотрю, из земли вылетают осы, начинают меня кидаться Я хозяин этого участка, я их не трогал Я кашу травку Но они там в норке крота поселились, гнездо сделали, вылетают Но что мне оставалось сделать? Они прямо вот недалеко от входа в дом Кстати говоря, ОСы считали этот участок своим наверняка Да, они просто увидели подходящую норку кротовую Они крота оттуда выгнали Может быть, закусали его, не знаю, что они с ним сделали Может, договорились, с ним чай там пьют, неважно Может, медом его угощают Дело не в этом Но суть в том, что они просто Вот я кашу травку, я их не трогаю Я абсолютно ОС, как бы так уважаю Живут они, живут, но их участок Их могли бы разделить место жизни Уместились бы Нет, они вылетают, начинают на меня нацеливаться Там на руки кидаются и так далее Ну хорошо, я остановился, не тронули меня, не укусили Но я понимаю, что кто-то другой ребенок подойдет Или животное какое-то укусит Ну что мне оставалось сделать? Естественно, я принял те самые меры, о которых ты сказал Естественно, не паяльной лампой А применил дихлофос и так далее Но теперь этот участок свободен в этом месте от ОС Вот как раз такой вариант Что я-то их не трогал, я косил траву Не хотел их гнездо разорять Вот послушав эти разговоры Давайте согласимся с тем, что наши соседи А у нас наверняка есть соседи И у этих соседей наверняка есть паяльные лампы И дихлофос И дихлофос, да Согласитесь, насколько же они добры Да, учитывая, что мы постоянно жужжим И что-то там делаем Так вот, здесь сразу появилось высказывание Что-то ведущие говорили из-за того, что высокоразвитая цивилизация для нас угроза Типа, если мы будем продолжать вести себя плохо, то нас тапком забьют Боже упаси Наоборот, из вышесказанного как раз Я только что, кстати, сказал Насколько же они добры Они не просто не угроза Они скорее демонстрируют своим невступлением в контакт Что они хотят нам добра Потому что если бы хотели там каких-то меркантильных целей Они бы давно бы вступили с нами в контакт Они бы нас использовали как коллаборационистов Как дешевую рабочую силу Как пушечное мясо в своих разборках Но они нам в контакт С нами в контакт не вступают Каких-либо серьезных секретов технических не раскрывают Благодаря которым мы убивали бы друг друга С еще большим ожесточением и большей эффективностью Так что в данном случае отсутствие контакта Только, так сказать, увеличивает мое к ним уважение А то, что они, даже если это они Я подчеркиваю, я этого не утверждал Я лишь констатировал Вот приводя конкретные цифры Конкретные факты из нашей истории Я констатировал, что произошла какая-то непонятная С точки зрения логики и развития Заминка и пауза Из этой заминки не следует, что она произошла Из-за влияния извне Может быть, были там и другие основания Но если это было так То я опять же говорю Этим нашим старшим звездным братьям Спасибо, что вы сделали так Потому что в данном случае Вот воспользуюсь сравнением Нашего мытищинского радиослушателя Сравнением с осиным роем В данном случае наш осиный рой Под названием человечество Вышел на третью ступень То есть получил возможность летать Там, где нас не хотели бы видеть И вместо того, чтобы нас паяльной лампой изничтожить Нам всего-навсего перекрыли дорогу на песочницу То есть снова вернули нас на второй уровень Нас не уничтожили Нам просто там картонкой, фанеркой Закрыли прямой путь на детскую песочницу Неужели это для кого-то покажется актом агрессии? Для меня это точно не кажется актом агрессии Окажется актом гуманизма Так сразу вспоминается фильм Туда не ходи, сюда ходи Примерно так, да Снег башка попадет Да, совсем мертвый будешь Так вот, четвертый вопрос На чем? Это самый простой вопрос технический Чтобы зря не тратить время Процитирую своими словами фразу головы робота Из одного фантастического сериала Чтобы сделать космический корабль Вы должны сделать маленькие машины Которые сделают еще меньшие машины Которые сделают еще меньшие машины И уже они сделают вам большие космические корабли Вот вообще вариаций на эту тему много В заключении процитирую анонс эфира А вы готовы с нами приступить к решению Самой большой технической задачи для 21 века? Да, я готов Пишет нам Владимир Азматевич Я строю космический корабль внутри себя Который может устоять перед ударом смерти И удерживая волей силу осознания Полетит в бесконечность Строить железный корабль и лететь за пределы Солнечной системы Значит подвергать риску существования жизни на Земле Точка Ну, с точки зрения необходимости нашей передачи Я могу сказать, уже на этом она себя оправдала По крайней мере, одного добровольца мы уже нашли А я думаю, что в реальности это будет не один Потому что знаю, после передачи бывает Как после вкусе письма какие-то осмысленные Идут иногда неделями, а то и годами Так что я убежден, что даже ради одного человека Стоило бы нам так долго говорить Но наверняка это будет не один человек Я думаю, что третий уровень А потом четвертый, пятый, шестой Я не знаю, сколько их еще будет Мы обязательно, конечно, совместно с вами сделаем Ну вот, теперь уже сами вопросы Виталий из Эстонии, вопрос эфир Вадим, ты понимаешь, что мы перенесем войну на Земле в космос Если люди полетят в космос Последствия могут быть катастрофические Я это понимаю прекрасно Я об этом последние полчаса только и говорил Но и сказано мной автоматически следует Что если мы попадем в космос, то без войны То есть без того, чтобы перенести войны В этом случае у нас есть шанс удержаться на этой третьей ступени И наоборот, если мы все-таки упорно Как вот, я не знаю, какая-то безумная опьяневшая оса Будем упорно, несмотря на то, что нам фанеркой закрыли дорогу На детскую площадку Мы будем лезть для того, чтобы попасть туда Я не знаю зачем, но будем это делать Рано или поздно, так сказать, нас вернут на место Дай бог, чтобы без паяльной лампы Поэтому я убежден, что мы это сделаем без того Чтобы перенести свои войны, свои дурные привычки на звездные дали Если мы не сумеем отказаться от своих привычек Мы этой задачи и не решим Все очень просто Либо мы делаем по варианту А То есть мирно Либо, если нет, то смотри вариант А Наблюдай за тапочком Да, то надо наблюдать за паяльной лампой Или за тапочкой, или за дихлопосом Да Здесь Виталий просто продолжает Видимо, он взял что-то из какого-то варианта Ведических писаний Вспоминайте, как наши предки в результате войны Или великой аса уничтожили не по нашей вине Землю, планету Дею и лунный Фату и Лиля Вот к чему приводит перенос человечества в космос Земли, будет война в космосе Это вот такая у него завершающая мысль Ну, разобрались с этим Было это или нет, я не знаю Но то, что, даже если это не было Но вот до нас дошла эта легенда Давайте как бы не говорить, что Дану это полная глупость По крайней мере, давайте сделаем Даже с оговоркой, что это просто легенда Давайте сделаем Хотя бы так Но сделаем выводы из этого В конце концов Дальше, Виталий Искеев Вопрос в эфир Почему не строят дирижабли? Для чего? Дирижабли это даже не первый Это нулевой уровень Дирижабли, кстати говоря, строятся Я не против того, чтобы их строить Я за Мои знакомые занимаются дирижаблистроением Я им даже завидую, очень мечтаю Что меня позовут на дирижабли полетать Одним словом, это замечательно Но тема нашей передачи Не воздухоплавание А звездоплавание Воздухоплавание Это нулевой уровень по градации О которой мы говорили Это плавание внутри планеты Что, конечно, не означает Что это не замечательно Это великолепно Но это не тема нашего разговора Да, дальше Вопрос в эфир от Васильевича Как, по мнению Вадима Будет устроен двигатель для полетов В межзвездном пространстве На какой основе он будет работать В отличие от нони существующих? На эту тему я могу говорить долго Ну, вкратце Да, вкратце для этого Мне хватило целой книги Которая называется Земные летающие тарелки На которых я описывал Какие двигатели А их около тысячи вариантов Люди предлагали Какие из них более привлекательные На мой взгляд Некоторые из этих двигателей Я считаю очень перспективными А один из этих двигателей Я даже использовал И считаю И для себя лично считаю Самым перспективным Я на его основе защищал диплом На основе двигателя Я защитил Не удивляйтесь, пожалуйста Диплом Темой диплома Было создание Перспективного космического Транспортного средства Под названием Звездолет И вот этот звездолет Так сказать Имеет двигатель В качестве двигателя Движителя Электромагнитный полевой Движитель С электромагнитной Рабочей поверхностью Сокращенно РП Принцип которого Так сказать Я многократно В книгах описывал То есть Это чередование Включений Различных обмоток Этого самого Этой самой Рабочей поверхности Это способ Летать Отталкиваясь От электромагнитных полей Если Кто-то знает Космонавтику На уровне Законов Циолковского И Ракетного Закона Ракетного движения Описанного Циолковским Тот Как Отче наш Знает Что для того Чтобы летать в космосе Надо от чего-то Отталкиваться Что-то отталкивать Назад Вот ракета Отталкивает Назад Газы От Сгоревшего Топлива Окислителя И отталкивая Назад Эти газы Она движется Вперед Нам надо Отталкивать Что-то Назад В нашем Случае Мы отталкиваем Электромагнитные Поля Ну Это вкратце А за подробностями Пожалуйста Так сказать Добро пожаловать К моим Книгам Если кто-то Их не может Найти В магазинах Или в библиотеках Найдете На моей страничке Там есть Тексты Бесплатно Можно скачать Пожалуйста Правда Без картинок Без формул Без картинок Ну что поделаешь Дальше Такой интересный вопрос От Уракуинона Пришел С другой стороны Что нам мешает Исследовать другие миры Посещая их В своих тонких телах Так даже быстрее Будет и более полноценным Многопланово Безопасней Так как Невежественные И невежественные Не смогут Так путешествовать Если ничего Не мешает Почему Этим Не занимаетесь Если Если Так сказать Кто-то Утверждает Что это может А таковые Таковые люди Есть Пожалуйста Так сказать Давайте Это обсудим Не в том плане Что я буду сидеть И раскрыв рот Слушать О ваших похождениях В том плане Что я обязательно Проверю Конечно Как я это буду Проверять Это вопрос Второй Но Способы Такие есть И Если Так сказать Мы с вами На этой почве Задружимся Поверьте Так сказать Я Я постараюсь Чтобы вас Не использовали В военных Целях Если вы Это Опасаетесь А Мы Будем Использовать Вас Для Космических Исследовательских Целей Но Пока Могу Честно Сказать Немножко Буксует Вот это Направление Людей Которые Это могут Я знаю Много Но Людей Которые Это Не только Говорят И делают Я Знаю Мало А Какими Методами Будешь Вровнять Какие Методы Тапочек Паяльная Лампа Дихлофос Нет Мы Найдем Способ Не Переживайте В смысле Ничего Страшного Но Верить На Слава Просто Вот Что Все Что Вы Расскажете Мы Примем На Веру Конечно Мы Не Будем Мы Обязательно Проверим И Если Действительно Мы Поймем Что Достоверность Очень Высокая Тогда Цены Вам Конечно Не Будет В Научном Плане Никаких Цен В Денежном Выражении Конечно Я Не Обещаю Вопрос Эфира Это Анатолий Из Харькова Здравия Ведущим Вопрос К Вадиму Возможно Большой привет Харькову Которую я Очень Люблю Город Да Слушаю Возможно Что наш Технический Прогресс Тормозит Какие-то Инопланетные Силы Специально Чтобы мы Не выходили За грань Своей земли Свои земли И не могли Позвать На помощь Вот здесь Ты уже Озвучил Первую часть А вот Не смогли Позвать На помощь Это новенькое Не смогли Позвать На помощь Хорошая Идея Давайте Позваем На помощь Помогите Нам Разумные Цивилизации Мешают Выйти На третий Уровень Интересно Кто нам Поможет Приехать Приедет И поможет Нам Вот интересно Нет Здесь другой вариант Что нам Здесь совсем Хреново стало И мы хотим Докричаться Зов Млагодольный Нас не слышат Как там В ведах написано Как я читал Вот мы тут Кричим Шумим Боги к нам Не приходят Высокие цивилизации Не прилетают Лунатики От нас отвернулись Там Марсиане Не хотят Нас слушать Ну вообще Инопланетяне Вообще Ни во что Не ставят Тапочками Нам помах И с дихлофосом И с этим Спаренной лампой Вот А другие Чтобы нас еще Не было слышно Под колпак Так раз Закрыли И мы там К ним кричим Помогите нам Разобраться А они смотрят На нас Так В носу Ковыряются Что опять Там червяки Взбушевали Да Сегодня у них Затмение Что ли В этом смысле Наверное Ну Даже не знаю Кого позвать На помощь И как Это Прокомментируют Наверное Действительно Со стороны Это выглядит Забавно Вот Не надо Бояться Выглядеть Забавными Надо бояться Выглядеть Страшными Вот Пока мы Забавные Нам Ну Нам Нам не страшен Тапочек Пока мы Забавные Мы по приколу Да А вот дальше Начинается все веселенько Так Вопрос у Феррат Васильевича Как Вадим Прокомментирует Тот факт Что большинство Писателей Фантастов Упоминает О гиперпереходах К космическом Пространстве И может ли быть Реализован он В ближайшей Перспективе Гиперпереход Ну Разные фантасты По-разному Этот Переход Гиперпереход Кто-то Через Подпространство Кто-то Через Надпространство Кто-то Через Гиперпространство Кто-то Телепортационный Переход описывает, кто-то хронопортационный. Вопрос не в названии, вопрос в том, что эта идея, она носится в воздухе, и самое, что потрясающее, в данном случае, я убежден, как и во многих других, к слову сказать, фантасты очень скоро окажутся правы. Я, естественно, это говорю, в данном случае я это говорю не потому, что в это верю, или хотел бы в это верить, а потому, что знаю, насколько близки наши экспериментаторы к тому, чтобы, так сказать, фантастика стала явью. Так что это не значит, что фантасты, все, что пишут фантасты, все обязательно будет реализовано. Но есть некоторые особо талантливые из них, у которых процент угадывания что-то уж больно подозрительно высок. Подозрительно высок, если думать, что это просто писатели и не более того. Хорошо. Смотрим дальше. Вопрос в эфир от Анатолия из Харькова. Возможно, что после выхода людей в космос по своей глупости они вызовут какую-то войну с другой цивилизацией внеземной. Как описывают некоторые писатели-фантасты, возможно ли, что люди в ней смогут победить? Ну, или хотя бы заключить какое-то перемирие? Ну, вероятность победы, безусловно, не нулевая, но она примерно такая же, как вероятность победить была у индейцев-ацтеков, владеющих луком со стрелами, которые, конечно же, боролись до последнего, желая победить конкистадоров, которые прибыли с ангринистрельным оружием. То есть война цивилизаций, находящихся на разных уровнях. Если вы скажете, можем ли мы, едва перейдя на третий уровень вот в этой градации, победить тех, кто находится там на четвертом, на пятом или на шестом, я, конечно, не скажу вам, что такая вероятность нулевая. Но в реальности мы таких случаев исторических, пусть меня историки поправят, в реальности мы не знаем случаев, чтобы там войска, находящиеся на разных уровнях, развития, принципиально разных ступенях развития, чтобы исход битвы повернулся в пользу тех, кто находился на меньшей ступени развития. Как правило, мы знаем, заканчивается все с первым залпом мушкетов. Как правило, после этого даже самые храбрые из воинов падают ниц, тем, кому не отстрелило голову, конечно. И с криком «Боги изрыгают огонь, бежит прочь». Ну, мушкет, это еще ты так хороший, мягкий пример привел. А если приходит цивилизация на две головы, на три выше, то там мушкетами не отделаешься. Тогда мы просто не поймем... Что произошло, да? Что произошло. Наши астрономы просто будут констатировать, «Боже мой, в пределах Солнечной системы внезапно проснулась сверхновая звезда». Ну, к примеру, вот я... А как еще... Какие еще новости вы хотите услышать в этом случае по нашему телевизору, который будет работать после этого очень недолго? Вы хотите услышать, что нам объявила войну суперцивилизация там, которая по сравнению с нами практически боги? Они даже не будут объявлять там войну, как не будет объявлять войну осам или осам. Мужик с паяльной лампой. Он просто придет, и последнее, что увидят осы, это внезапную вспышку сверхновой звезды, которая внезапно проснулась рядом с их домом. Завораживающая такая. Они даже слова «паяльная лампа» не будут знать. Они даже не представляют, что это может быть. Точно так же, как мы не представляем, какое оружие, какая паяльная лампа может быть у цивилизации, находящаяся на одну, две, три ступени выше нас. Так что о войне с ними можно рассуждать точно так же, как о возможности победить взрыв сверхновой звезды. Можно это сделать? Ну-ка давайте дадим такое задание фантастам. Пусть опишут. Вопрос эфир. «Моя жена говорит, что видела небольшое, необычное явление. Лет 10 назад в небе передвигалось нечто прозрачное, овальное, плоское, колеблющееся, размером 2 на 2 метра. Наверное, какое-то подобие ската. На спутник не похоже, да и слишком близко к Земле было. Можно ли предположить, что это был НЛО? Описала жена, если непонятно, я виноват». Естественно, напрашивается ответ «да», но мне просто ответить не хочется. Я очень попрошу этого автора, напишите мне более развернуто, пожалуйста, в личку, вот об этом случае, желательно с указанием, где, когда жена это видела и в каком направлении, тоже важно. Ну, если и другие подробности укажет, там, нарисует, если это будет вдвойне хорошо, но случай, мне кажется, перспективным, и если получится, я наверняка из него что-то очень полезное вытащу. Пока еще сам, как бы сказать, в предвкушении, не знаю, что из этого получится, но случай перспективный. Так, дальше. Анатолий из Харькова пишет. В советской программе, если не ошибаюсь, уже в начале 90-х годов был корабль «Бурран». Он мог самостоятельно, без вмешательства людей, взлетать и садиться. Закрытие программы были недостаток средств. Теперь сам вопрос, Владимир, если эту программу не закрывали, мы бы уже сегодня могли летать в космос, как на автобусах. Ну, если бы до Кабы, я согласен, безусловно, на самом «Буране», как на автобусе, не полетаешь, но если бы был, если бы на этом не оборвалось и программа продолжалась, другие программы возникли, безусловно, я в этом больше, чем убежден, ответ был бы «да». Но, с вашего позволения, я разовью дальше мысль, уже которую человек, я так слышу, пишет из Харькова. Я первому человеку, из Харьковчани, сказал, ну, передал привет своему, одному из своих любимых городов. и вот на вопрос вот этого Харьковчанина, который последним написал, я продолжу мысль, если бы в Харькове в свое время не закрыли институт, в котором я тоже имел место, так сказать, имел счастье некоторое время работать, в этом институте закрытом мы создавали некоторые, так сказать, очень интересные разработки и машину времени, и башню Тесла заново делали, и там работы в области пирамид делали, и там масса других очень интересных экспериментов. Ну, я не знаю, знают ли все наверняка Харьковчане не знают об этом институте, но соседи, наверное, знают, он был, естественно, охраняемый, туда не пускали экскурсантов, но некоторое время назад несколько относительно недавно этот институт был разорен и сожжен лицами, так сказать, не очень адекватными, вот буквально в наше уже, так сказать, историческое время, то есть, иными словами, продолжая эту мысль, очень интересно было бы посмотреть, каковы бы, были бы наши возможности, если бы этот институт и дальше бы работал, какие бы разработки оттуда из его стен вышли. Мне искренне жаль, что, к сожалению, сейчас на месте этого института буквально там пару лет назад возникли руины, так что моя любовь к харьковчанам в том числе и основана на том, что некоторые свои счастливые моменты жизни я провел в этом институте под Харьковом. Вот такие вот дела. Так что не только буранами славна наша территория, но и разработками гораздо более интересными, чем буран. Жаль, что они также прекратили свое существование, ну, по крайней мере, в Харькове. Да. Миколаевич, вопрос к соведущему. Сумасшедшее в хорошем смысле слово это как? Экскременты в глазури, клаустрофобы шахтеры, подходящее сравнение какое? Что на Марсе погибнувшему в предыдущей цивилизации делать? Гулять по помойке? Поясняю, если кто как бы иронию не сильно уловил. Сумасшедший в хорошем смысле этого слова означает, что большую часть героев, которые остаются в истории, окружающие, на самом деле считают сумасшедшими. А героями их делают уже по факту свершившегося. То есть с точки зрения современников, тот, кто первым делает шаг в неизвестность, он по определению сумасшедший, потому что нормальный человек, нормальный в смысле обывательском, не сделает же такого опрометчивого шага. Вот почему я слово сумасшедший прозношу совсем не с ругательным акцентом. Он человек, который делает необдуманные, читай, сумасшедшие поступки, с моей точки зрения может оказаться в хорошем смысле сумасшедшим, то есть иными словами гением или героем даже, или гениальным героем, или героическим гением, а может оказаться конечно и сумасшедшим во всех смыслах этого слова, а вот кем его считать первым или вторым, это конечно зависит уже от итогов. Так что пожалуйста не обижайтесь, когда я говорю сумасшедший в хорошем смысле этого слова, это ударение ищите на слове в хорошем смысле этого слова. Понятно, такой позитивный сумасшедший. Да, позитивный сумасшедший, добрый такой. Добрый профессор, ну немножко сумасшедший. Ладно, вопрос эфира от Олега Зыркутского, тут теперь внимание. Здравия, Вадим, в 1967 году в СССР проводился эксперимент моделирования полета на Марс. Три человека провели год научно-исследовательской лаборатории «бочки», в кавычках. Вскоре начались конфликты, ссоры, борьба за власть, трое неудачно, число для полета, двое начинают дружить против третьего. Причина, невозможность побыть одному такова, особенно человеческой психики и участники, только спустя много лет и то не до конца преодолели взаимную неприязнь друг к другу. И это все не в условиях космоса и реальных нештатных ситуаций. В целом эксперимент показал авантюрность такого полета. Не считаешь ли ты, что в древние времена люди перемещались в космическом пространстве другими способами? Например, в описанных славянно-арийских ведрах «Врата между мири» и в научной фантастике «Врата ноль перехода», то есть своеобразные телепорты, телепорты, наверное, не знаю, как правильно сказать, в пространстве, позволяющие перемещаться на гигантские расстояния и использовать корабли с более совершенными силовыми установками и большими размерами. Ну, такие как «Вайтманы», «Вайтмары» и так далее. То есть огромнейшие корабли чуть ли не размером с нашу землю. Ведь не зря же существует такая малая величина времени, как «Сиг». Благодарю. Это вопрос, напомню, задал человек по имени Олег из Иркутска. Я добавлю, в Иркутске уже глубокая-глубокая ноль, или скорее уже в утро скоро. «Вайтмары». Хорошо. Я не буду спорить ни с первым, ни со вторым. Это не выходит за рамки того, что я излагал, за рамки моей точки зрения. Я добавлю, что ну, конечно же, я не только не против более быстрых способов перемещения, там, телепортационных и иных вот тех, на которые ссылался автор, но поскольку он пользовался терминологией, которую почерпнул из древних легенд, естественно, я же стараюсь пользоваться терминологией современной, которая иногда совпадает с древней терминологией, как совпадает, например, термин «самолет». Это очень древний термин, однако, так сказать, наивно некоторые полагают, что самолет придумали, слово «самолет» придумали тогда, когда самолеты, современные самолеты появились у нас в начале 20 века. Некоторые термины такие совпадают, а некоторые нет, поэтому в нашей российской терминологии терминов типа «виман», «вайтман» и прочих нет, к слову сказать, они есть в современной терминологии индийской, у современных индийцев, так что, так сказать, здесь вопрос к ним, но тем не менее, чтобы мы говорили на одном языке, давайте пользоваться все-таки современными терминами. В целом, да, я за то, чтобы перемещаться недолго, я не мазохист, чтобы в обязательном порядке всех звездоплавателей проводить через многолетние испытания в закрытой, как выразился автор, бочке. Конечно, чем быстрее, тем лучше, тем эффективнее, не потому, что я боюсь одиночества, или я страдаю кластрофобией, или маусфобией, или еще какими-то фобиями, связанными с этими самыми перемещениями. К слову сказать, вот наличие этих фобий у звездоплавателей, естественно, это крест на карьере звездоплавания. Так что наших добровольцев мы в обязательном порядке, например, проводим через пещеры. Сначала пусть полазают в пещерах, а те, кто страдает кластрофобией, через пещерные испытания не проходят. В среднем, к слову сказать, по моей статистике, получается в среднем примерно один из 50 человек вот этой кластрофобией страдает непредалимой. Это очень мало, так сказать. То есть, это не очень значащая цифра. То есть, 2% всех людей это очень незначительно. Вот. Что касается упоминания его об экспериментах, вот когда в бочке трое человек действительно там были, очень себя плохо чувствовали и сходили с ума там, в переносном смысле этого слова. Ну, я упоминал, что эксперименты подобные были, их было много, не только Марс-500 это последний из экспериментов, незаслуженно забытым там многие другие, еще при Королеве подобные эксперименты были, и мы проводили, и проводим периодически эксперименты, но это больше эксперименты тренировки. Не по 500 дней, конечно, хотя бы по несколько дней в пещерах, иногда и этого достаточно. но, все это правда, закончу одной все-таки позитивной, на позитивной ноте, но в экспериментах, где люди действительно страдают и сходят с ума, отсутствует очень важная моральная составляющая, помогающая реальным звездоплавателям, отсутствует трудности реальной, трудности и приключения реального полета. В испытаниях есть все, кроме приключений, то есть, есть заточение такое же, как в космическом корабле, есть трудности такие же, как в космическом корабле, но звездоплаватели, помимо этих трудностей, получают еще и колоссальное удовольствие, как вы понимаете, хотя бы от осознания того, что они прикасаются к этому величайшему из экспериментов. Вот одно это уже покрывает все переживания и все темные стороны этого приключения, которые кажутся просто блеклыми и незначительными на фоне того, что вы получаете взамен. Поэтому при всем том пафосе этой проблеме этой проблемы, что трудно пережить такие долгие полеты психологически, и я неоднократно уже и сегодня про это говорил, тем не менее, так сказать, я скажу, что те, кто влюблен в космонавтику, те, кто получают удовольствие, а не то, что он через силу терпит общение с космосом, от космоса вы должны получать удовольствие на уровне или за гранью экстаза, это нечто превышающее любые удовольствия, какие там только вам приходят на ум, я не буду их перечислять, чтобы не превращать в нашу передачу по получению удовольствия, но люди действительно, те, кто получают удовольствие от путешествия, от созерцания красот, пейзажей, фантастических переживаний, от самого космоса, от прикосновения к неизвестности и так далее и тому подобное, эти люди просто не поймут искренне не поймут тех, кто будет их пугать там тяготами и лишениями, да плевать, господи, мы потерпим, мы будем питаться сухофруктами на всем протяжении полета, мы будем мыться половиной стакана воды, кто не знает, по норме для советского космонавта принимать душ человек должен был половином стаканом, то есть ста граммами воды помыться надо было полностью, попробуйте на досуге это сделать, не под душиком постоять с открытым краном, а наполнить полстакана воды и, как бы сказать, ни в чем себе после этого не отказывать. вот эти трудности блекнут, и о них космонавты обычно даже не упоминают, они не упоминают, что по нормам положено пить трижды оборотную воду, надо расшифровывать, что это такое, то есть это один раз выпил, извините, сходил в туалет, после этого отфильтровал, снова выпил, второй раз сходил в туалет, второй раз выпил, и только трижды оборотную воду уже пить нельзя, трижды оборотную можно, а следующий, так сказать, четвертый оборот уже нельзя, эту воду пускают только на технические нужды. Я не буду продолжать длинный список тех лишений, через которые наши космонавты сегодняшние проходят. Естественно, чем больше развивается техника, тем меньше этих лишений, тем больше комфорта, тем больше можно расслабиться, и современные космонавты позволяют себе такое, такие комфортные, так сказать, условия, о которых Титов и Гагарин даже мечтать не могли, потому что они были засунуты в узкие рамки в прямом и в переносном смысле, они были, их между собой называли лайками и стрелками, потому что лайк и стрелок засовывали так, что повернуться они не могли, пошевелиться собачки в космосе все это дело, все время полета не могли, и максимум, так сказать, они были способны только покушать, попить и потявкать, но конечно желание полететь у лайк и стрелок никто не спрашивал, они летали ради того, чтобы вслед за ними полетели люди, а желание людей конечно спрашивали и спрашивали не один раз, но это люди, которые не один из которых вернувшись на землю не сказал, что летал зря, ни один из них не сказал, что я зря пил трижды оборотную воду, я зря не мылся полстаканом воды, зря все это делал, ради чего я все это делал, даже непонятно, ни один из этих людей влюбленных, истинно влюбленных в космос, в приключения, в путешествия не пожалел об этом, и только такие люди, никакие другие и способны на звездоплавание, если из моей пафосной речи вы не уловили ничего, кроме того, что там все плохо, и там надо пить трижды оборотную воду, наверное, в этом случае звездоплавание не для вас, ну, ничего страшного, есть масса других, не менее увлекательных и замечательных профессий, так что... Ну, да, хочу здесь тоже сегодня немножечко подискутировать, вставить, дело в том, что Олег затронул древние предания различных, мы поговорили про индийский, ну, Ваника Шастра, да, там описываются не только те корабли, которые могли летать в ближайшем пространстве к Земле, но и те, которые могли перемещаться в межсолнечном пространстве нашей солнечной системы, вот, я думаю, что это были все-таки не маленькие кораблики, да, это достаточно большие были корабли, потому что... Современные любители кинофантастики сказали, это имперские крейсера. Ну, вот, то есть, понятно, что там это не три человека находились, да, а вот теперь, если мы касаемся уже больших размеров, то здесь он упомянул еще славяно-арийские веды, а там вообще описывается, не то, что там виманники Шастра, здесь описывается Вайтмара, а это, так напомню на минуточку, такой космический корабль, который мог себя включать 144 вайтманы или виманы и так далее, то есть, представляешь, размер, да, такие уже, то это уже не город, это уже такая маленькая страна, я думаю, что в больших путешествиях, вот если мы обращаемся к этим нашим фантастикам или преданиям древности, ведическим каким-то писаниям, то там понятно, что люди не путешествовали в бочке, где три человека сидели, там были полностью такие огромные мегаполисы, перемещающиеся в пространстве, где люди могли друг друга в лицо, ты даже не знаешь, как вот сейчас, например, в Москве, да, вот можно по Москве ходить целыми днями и так и не встретить знакомого человека, там год можно ходить с конца в конец, да, и в конечном итоге, там кого-то издалека, там пробегающий мимо можно поприветствовать, вот примерно, представляете, такой мегаполис летает где-то там, и у него еще находится экспедиционный 144 корабля на борту, которые тоже немаленькие, которые могут туда-то там вылетать на соседние там земли, мимо которых проплывает этот корабль и так далее, поэтому здесь пример с бочкой и с тремя людьми, он противоречит тому примеру, который приведен здесь из ведических преданий и из фантастических, это как бы реплика от меня. Да, я согласен с этой репликой, но оговорюсь, конечно, до межзвездных крейсеров и звездолетов размером с нашу столицу, конечно, нам несколько еще далековато. Да не то, что столица, здесь больше, ведь это население столицы, а ты себе представишь, что это в размерах-то побольше, там и защита, и все остальное, там двигатели... Тем более, тем более, там вообще кошмар какой-то. Представляете, летит звездолет, которым командует Собянин, который решает проблемы автобусного сообщения между разными частями этого самого звездолета, потому что доехать из одной части звездолета в другой, там без пробок, оказывается очень сложно. В общем, это все, разумеется, когда-нибудь, наверное, это будет, то есть мы дорастем наверняка до того, что описано в древнеиндийских ведах и древнерусских сказаниях. Подчеркиваю, еще раз повторюсь, мы дорастем до того, что, о чем читаем в древних летописях, но это обязательно будет, может быть, даже и перейдем через это, но, тем не менее, первый шаг все-таки будет не за теми, кто будет летать с комфортом, не ждите, пожалуйста, что первый полет обязательно, кстати, будет уже комфортным. Гагарин... Кто-то должен быть и стрелкой и белкой, и Гагарин. Кто-то должен, вот тот, кто сделает первый шаг, на комфорт рассчитывать не должен. Максимум должен рассчитывать на трижды оборотную воду. Райв Шалашек, короче. Так, хорошо. Именно так. Опять Анатолий из Харькова к нам присоединился. Как можно объяснить то, что с Земли мы не можем увидеть другие обжитые земли или земли, или всесолнечные системы, окруженные каким-то куполом, или заселены миры, или заселены миры, находятся, заселенные, наверное, миры, находятся далеко друг от друга. Не можем это увидеть по той же самой причине, по которой жители отдаленного острова, там, допустим, острова Пасхи, не видели, не знали о существовании жизни вне их острова. Почему? Потому что способы связи внутри своего острова они освоили хорошо, там, с помощью вестовых, с помощью криков, с помощью дымов, с помощью барабанов там-там, но на межостровных расстояниях эти способы связи не работали. То есть, для того, чтобы им разобраться, есть ли жизнь на других островах, им нужно было либо освоить какие-то иные способы межостровной связи, например, радиоволны, либо освоить передвижение на межостровных расстояниях, то есть, в нашей классификации выйти на третий уровень. Если они не выходят на третий уровень, то они ничего не узнают о существовании жизни на других островах, разве что случайно к ним пристанет, либо случайно к ним приплывет турист с соседнего острова, такое бывало в истории, или приплывет конкистадор с мушкетами, такое тоже бывало, либо более щадящий вариант, там, после шторма на море на берег выбросит какой-то артефакт, после чего местные ученые гадают, это бревно, приплывшее из моря, оно сделано человеком, обработано человеком, или это природа сделала, ну, согласно последним, новейшим достижениям островной науки, как известно, вне острова жизни нет, поэтому, если приплыло бревно там, с каким-нибудь металлическим наконечником, ученые объективно вам докажут, что это особая форма такой вот пальмы, которая где-то там на других островах растет, а вовсе не то, что вы подумали. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Многие современные ученые классифицируют звезды по спектральному излучению и берут за основу земные мерки, далее добавляют коэффициент спектрального смещения и получают сотни тысяч световых лет, но есть исследования, что свет не идет по прямой, на его влияют электромагнитные гравитационные составляющие звезд планет, которые отклоняют световой луч и на самом деле расстояние значительно ниже, я думаю, что меньше здесь подходит, и скорее всего можно долететь до ближайшей системы даже на современных кораблях относительно быстро. Твое мнение, Вадим, по этому поводу. Ну, немножко мне старание автора как-то преуменьшить международные расстояния как бы близки и похвальны, я бы и рад, если бы он был прав, но, да, действительно, там, гравитационные линзы реально существующие в космосе действительно искажают путь света, но не сильно, это не в разы, а на проценты, там, действительно искажаются международные расстояния, искажают спектры звезд, и за счет этого могут накапливаться ошибки, они периодически эти ошибки выявляются и справляются, то есть наши астрономы не такие уж глупые ребята, они весьма грамотные в этом отношении, и свои ошибки они, ну, по крайней мере, признают, если они есть, так что не будем думать, что их степень ошибочности их взглядов уж слишком большая, да, ошибки есть, но они незначительные, поэтому надо быть готовым, что лететь нам к звездам придется, пусть там не четыре с половиной световых года до ближайшей звезды, а там чуть-чуть меньше на проценты, но все равно это будут весьма-весьма приличные расстояния, но опять же ничего страшного, перейдем на третий уровень, и эти расстояния пролетят так быстро, что мы даже не заметим, там, в историческом масштабе времени это может произойти там чуть ли не мгновенно, а если мы воспользуемся не тихоходными звездолетами, а а-ля там колония О'Нейла в какой-нибудь звездной классификации их наверняка будут пренебрежительно называть там звездными, межзвездными корытами, так пренебрежительно, потому что это действительно слишком тихоходные корыта, а если мы воспользуемся более скоростными моделями, они будут обязательно, если воспользуемся там телепортаторами, то вообще проблема межзвездных расстояний уже будет абсолютно не проблемой, так что давайте, как бы сказать, не пугаться расстояний, глаза боятся, руки делают. Уточняющий вопрос от Виктора Леонидовича. Сказ о финисте Ясно-Соколе читал, Вадим? За еще бы. Нет, именно вот не тот, который сейчас везде тиражируется, а более в древнем, скорее всего, варианте, потому что... Ну, я не знаю, что считать совсем древним, наверное, я читал какой-то из древних, но сейчас опасаюсь... Это когда Настенька путешествовала по разным землям, не с точки зрения Земли, как нашей планеты, а по разным планетам. Ну, я зачитываюсь древними сказаниями, сказания о финисте я не помню, но о том, как путешествуют на самолетах, так, на всякий случай еще раз напомню об этом древнейшем русском слове, как путешествуют на самолетах за 3-9 земель в 3-9 царство 3-10 государство, а 3-9 земель 3 на 9 умножить это 27, если 27 земель сложить, это будет с 27 расстояний измеряемых диаметрах земли, на расстоянии 27 диаметров земли находится Луна. Вот когда я читаю в русских летописях о том, как наши древние предки путешествовали на самолетах на Луну, я перевожу уже на современный русский язык, то есть путешествовали на расстояние, превышающее диаметр земли в 27 раз, я просто получаю невероятное удовольствие, по сравнению с которым блекнет только само это путешествие. А если чего учесть, что землей в древности называлась, то сейчас называется планета, потому что современная планета это блуждающая звезда, если переводить на русский язык из греческого, так вот, землями называлось это все, что вращается вокруг звезд или солнца, то вот за 27, как ты правильно умножил, да, 3-9, то есть за 27 земель или планет путешествия, мы понимаем, что каждая земля, она удалена от солнца на какое-то определенное расстояние, тут не то, что луна, там еще дальше. И вот там приводится просто, если кто еще не читал, просто поинтересуйтесь, кто-то говорит, что это сказка, там, ну все, просто прочитайте, там есть такое сравнение, что до такой скорости космический корабль разогнался, что звезды слились в единый световой поток. Вот это указывается в древней нашей сказке, то есть представляете, с какой скоростью двигался космический корабль, который Настеньку переносил, то есть там сначала на тихоходных, где просто там двигалось, потом на более быстрых, где там в радугу превращались, потом в полосы, еще на другом, а потом в такой скорости умчалось, что там вообще все там слилось в едино. Вот это какая там скорость-то уже получилась? А это могу сразу сказать порядка 0,95-0,99 от скорости света. Ну вот, то есть, понимаете, вот это описывается в наших каких-то там древних сказаниях, преданиях, сказках. Это поражает, если человек относится к этому, ведь не просто так, это люди что-то там придумывали, писали, это на чем-то строилось, какие-то там мысли у них в голове были о чем-то. Ну ладно, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Вадим, как-то относишься к версии, недавно озвученной на славянском радиоэфире, известным ученым, прошлым спиртолистом по ракетным двигателям, что никаких действительных полетов в космос не существует, все это фикция, демонстрируемая посредством массовой информации, и Земля на самом деле плоская, а свет звезд это голограмма, и далее все в таком духе была голограмма. Да, и космонавты дают подписку о том, что они вовсе не видели черепах и слонов, на которых земная твердь. Да, и бога нет. Все это так. Я периодически так, когда настроение есть, смотрю такие разоблачительные ролики, поражаюсь, так сказать, упорству авторов, которые доказывают о том, что, например, МКС не существует, это все надувательство, там деньги куда-то, видимо, списывают, не знаю, в какие черные офшоры. Я не сомневаюсь. Давайте не путать. Освоение денег это, как бы сказать, одно расследование, я им не занимаюсь, занимением, опять же, денег, и догадываюсь, что там черные дыры невероятных размеров, конечно, есть, но полеты в космос все-таки, несмотря на существование, или вопреки существованию коррупции, все-таки полеты в космос такие существуют. Слава Богу, хотя бы, вот если бы, не дай Бог, начало космической эры пришло бы на, совпало бы с эрой коррупции, то, наверное, вместо полета Гагарина была бы какая-то фикция, или какое-то телешоу, на которое бы собрали бы деньги от радиослушателей, в результате бы никуда не полетели, но шоу бы устроили. Но, к счастью, вот начало космической эры пришлось на те времена, когда коррупционеры были просто детьми, тогдашние коррупционеры были детьми по сравнению, младенцами просто, по сравнению с коррупционерами современными, поэтому воровали тогда исчезающий мало, малый процент денег по сравнению с сегодняшними, и все-таки деньги дошли до, так сказать, нужного дела, и они были, воплотились в металли, и вот получилось величайшие, так сказать, прорывы в космос. Потом коррупция стала, так сказать, набирать свое, и вот где-то в 70-х годах мы прекратили продвигаться вперед, объяснили нам это тем, что сидеть на диване и пользоваться туалетной бумагой со растворяющимися втулками гораздо удобнее и безопаснее, и, так сказать, во всех смыслах понятнее. Вот. И всем нам объяснили, что это произошло из-за того, что изменились человеческие ценности. То есть сначала нам объяснили эти ценности, а потом объяснили, сначала нам эти ценности внушили, а потом объяснили, что по причине того, что они у вас изменились, эти ценности, вы больше не будете делать от того, что делали раньше. Вы больше не будете летать в космос, вы больше не будете летать на Марс и так далее. Вот. Ну, в общем, все это очень занимательно, очень вообще, как бы, интересно. Ну, я оставлю эту ниву для любителей конспирологии, пусть они, так сказать, упражняются. Сам могу сказать, до определенного момента фантазия полезна, но когда начинают касаться того, что с моей точки зрения была объективная реальность, то есть я, к счастью, еще застал живого руководителя советской лунной программы, который был моим руководителем, Василия Павловича Мишина, и знаю эту историю о полетах на Луну, как бы сказать, от первого лица, от руководителя этой программы. Поэтому, к счастью, так сказать, мне для того, чтобы решать вопрос, было это или нет, мне не нужно обращаться к мнению любителей конспирологии, которые мне расскажут, что все было на самом деле не так. Поэтому, кому интересно, слушайте этих любителей, кому хочется послушать очевидцев, обращайтесь к очевидцам. Каждому свое, я свои точки зрения не навязываю. Но опасаюсь, что лет так через 17 я узнаю еще какую-то невероятную историю, еще более фантастическую. Фантазия человеческая пределов не имеет. Я в этом, так сказать, многократно убедился. Обрыв связи. Алло. Да, на связи. Так, вот как только ты говорил про конспирологию, тут у меня интернет сразу выбило. Ну, как иллюстрация к нашему разговору. Да, ну, резервный канал у нас всегда есть, так что не тяните свои длинные пеганые лапы. Все равно мы найдем способ соединения. Ну, что ж, значит, я понял, что ты ответил. Я понял, в какую сторону ты ответил, услышал, даже не слышал окончания, понял, что все хорошо. Итак, значит, следующий вопрос у нас от Олега из Иркутска. Вадим, как ты относишься к довольно стройной распространенной версии нелишенной здравого смысла, что на всех планетах Солнечной системы существует разумная жизнь. Отсюда и как же и так же все встретят потребительские меркантильных землян местные жители. Думаю, они будут против Бритиш Петролиум на Марсе. Благодарю. Мы уже касались этого. Ну, два слова еще скажу. Я убежден, что жизнь, зачатки жизни разнообразной. В космосе буквально кишат. Причем даже не по одной жизни на планете, а гораздо больше. В том плане, что даже на нашей земле есть зачатки инородной жизни. Например, мы все знаем про нашу собственную жизнь, которая создана на основе углерода, которая нуждается в потреблении воды и кислорода. Это белковая наша жизнь. Но помимо нее, помимо доминирующей формы жизни, есть еще как минимум две или три иных формы жизни. Например, жизнь на основе мышьяка. Она обнаружена на одном единственном мышьяковом озере в Канаде. Естественно, на уровне одного озера трудно говорить о какой-то высокоразвитой жизни. Там она существует в весьма-весьма зачаточном состоянии. Но если, не дай бог, произойдет катастрофа и будут сметены, уйдут в небытие белковой формы жизни, мы с вами, то вполне может быть запасные варианты, такая, как мышьяковая жизнь найдет себе, так сказать, свою нишу займет и станет процветать. Поэтому, скорее всего, если форм жизни много, они разнообразны, они, соответственно, там, где условия неприемлемы для одной жизни, они вполне могут быть приемлемы для варианта жизни номера 127, и если так, то тогда неблагоприятные условия на разных планетах, неблагоприятные для нас, вовсе не означают, что они неблагоприятны для других. То есть, я вот сторонник этой точки зрения, но эта точка зрения не предусматривает, не делает знака равенства между обилием жизни и обилием разума. Жизнь может существовать в разных формах, например, там, зачаточных, примитивных состояниях, а до состояния, там, высокоразвитой материи, до состояния разумной цивилизации, она может расти чрезвычайно медленно, и, как показал пример нашей с вами цивилизации, даже достигнув уровня разумной цивилизации, мы все еще не можем достичь уровня космической цивилизации. Может быть, потому что не до конца разумной, не до конца гуманной. Так что, я бы не рассчитывал на то, что на всех, на всех, на всех планетах, как нам рассказывал великий маленький принц, небезызвестный книжки, когда он путешествовал на всех планетах, какую-то форму разумной жизни, каких-то чудаков, каких-то там непонятных мужичков встречал буквально везде. Вот на встрече с разумными жителями нам, наверное, рассчитывать не приходится. Но то, что планеты могут быть заселены иными формами, вероятность этого просто близка, если не к 100%, то весьма-весьма велика. Так, Алексей из Самары, присоединяясь к вопросу Олега из Иркутска, как, Вадим, относится к версии плоской сотовой Земли? И мой вопрос первый, уверен ли он на 100%, что Солнечная система имеет именно такое устройство, как нам говорят, слишком уж искусственным объектом выглядит такое строение, ведь, к примеру, у других звезд крупные планеты расположены сначала, а потом уже идут планеты земного размера. И мой вопрос номер два, уверен ли он на 100%, что американцы летали на Луну, ведь фактов опровергающих в разы больше, чем доказывающие их полеты. Итак, первое, искусственность нашей, не только Земли, но и нашей Солнечной системы, и потом про американцев, про их полет на Луну. Значит, по поводу искусственности, давайте не будем забегать вперед, мы еще слишком мало примеров знаем, всего-то 15 лет назад мы вообще не знали про экзопланеты, а когда появились экзопланеты, знали их в единственных экземплярах. Про существование больших планетарных систем мы тоже можем говорить весьма условно, потому что знаем всего несколько планетарных систем с большим количеством планет. То есть напомню, у нас в нашей планетарной системе считается 8 больших планет, плюс еще примерно столько же планет маленьких, микропланет. И вот такого большого количества мы не знаем нигде в иной планетарной системе. Это не значит, естественно, что их нет. Наверняка космос кишит планетами, но пока что мы начали с того что разглядели у других планет самые большие из их планет, у других звезд, извините, разглядели самые большие из их планет. Чтобы всерьез говорить о устройстве других планетарных систем, нужно все-таки побольше возможностей, нужно разглядеть мелкие планеты, таковые естественно точно есть, просто мы их не видим, и только тогда мы уже поймем вот эту систему, то есть как строится планетарная система, является ли наша планетарная система типичной или атипичной, может быть действительно она искусственна, может быть случайно такие условия созрели для нее, так или иначе я понимаю пафос этого вопроса, и надо сказать многие астрофизики тоже разделяют, что на тех планетарных системах, которые мы видим, планеты располагаются несколько в другом стиле, несколько в другом порядке, а наиболее крупные планеты льнут к внутренним орбитам, а мелкие располагаются на периферии, и это вот такое расположение, оно согласуется с теорией возникновения планетарных систем из планетарного пылевого облака, вот по этой теории именно так и должны возникать планеты, и так в таком порядке они должны располагаться, самые большие ближе к центру, там где больше пыли, там где на периферии, там где меньше пыли, там самые мелкие планеты, это разумно, но никто же не сказал, что это теория, или такие вот пылевые облака, это незыблемое правило, я могу привести как минимум там парочку версий, как может возникнуть кольцеобразное пылевое облако, и вот в таком кольцеобразном пылевом облаке, естественно, возникнувшие планеты возникнут именно в том порядке, как они представлены у нас в системе, в системе, но опять же, это моя теория может не являться там объяснением, это одна из версий, но не менее достойная, не менее не меньше имеющая право на существование, чем предположение, что наша система была сделана искусственно, то есть иными словами, прежде чем произносить это слово, что это не могло возникнуть само собой, естественным путем, давайте сначала так сказать переберем варианты, а уже если вариантов не будет, тогда уже предполагать будем, что это сделано искусственно, это первая часть вопроса, вторая часть, да, дополню, не на этот вопрос, не на любой другой, если меня спрашивают, уверен ли я на 100%, на 100% я не уверен ни в чем, и доказывать до хрипоты я, наверное, ну, есть мало вопросов, которые бы я мог доказывать до хрипоты, где я не терплю компромиссов, наверное, это вопросы уже скорее этические, но не научные, а в науке я спокойно отношусь к чужому мнению, отличному от моего, до тех пор, пока это мнение, этические нормы не переходят, люди не переходят. В этом случае я спокойно выслушиваю и принимаю чужую точку зрения, поэтому про 100% мы не будем ничего, так сказать, утверждать в научном плане, и точно так же я не буду на 100% доказывать, что американцы были на Луне, но утверждать, но постерег бы людей, утверждающих о том, что фактов, говорящих против того, что они были на Луне, больше, чем фактов, говорящих, что они были на Луне, фактов, говорящих, что они не были на Луне, якобы больше, чем фактов, что они были. Вот я бы постерег от таких утверждений, потому что действительно есть факты и такие, и такие, и я давно их, так сказать, для себя и для других объяснил, почему оба эти категории имеют права на существование. Мало того, они правдивы. Это тот случай, как раз, когда правдивы обе стороны. И те, кто утверждает, что американцы были на Луне, и те, кто утверждает, что они сфальсифицировали полеты на Луну. Было и то, и другое. Полеты были, а видеозаписи, которые в целях пропаганды, в целях рекламы, в целях раскрутки этого факта. Вспомните, что я рассказывал в самом начале нашего сегодняшнего разговора. Я рассказывал о стоимости межпланетных и межзвездных полетов. Рассказал о том, сколько стоил американский проект полетов на Луну, 25 миллиардов. А им требовалось отбить эти деньги для рекламы, для того, чтобы продавать продукцию они это сделали. Они заработали на рекламе в несколько раз больше, чем затратили на полет на Луну. Но, опять же, для рекламы нужны красивые картинки. Не те картинки, которые снимали от пуза, это термин, фотографы поймут, о чем идет речь, когда фотограф фотографирует, выставляя экспозицию, когда имеет такую возможность, и не выставляя кадр, а снимает от пуза, то есть даже не поднимая фотоаппарат к лицу. Естественно, качество таких фотографий, попробуйте сами, поснимайте на досуге от пуза, и потом, так сказать, не обижайтесь на мои слова, у вас получится весьма-весьма коряво. А в реальности мы видим весьма профессиональные студийные фото- и видеозаписи, сделанные очень качественно на выставленном свете, с выставленным светом, с выставленной композицией, то есть так профессионально могут сделать только высокопрофессиональные фотографы, причем с хорошей студийной возможностью съемки, когда они имеют возможность там часами выставлять кадр, когда у них прекрасно цвета и света передача, когда съемка ведется не на резко контрастной безвоздушной среде, что есть на Луне, к этой среде ни один профессиональный фотограф не привычен, и снимать профессионально еще надо научиться на Луне, а вот в условиях земной атмосферы, где есть небольшая дымка и всегда есть какая-то небольшая размытость и небольшая дымка, когда предметы не настолько контрастны, как на Луне, и освещенность не имеет таких огромных перепадов, вот в этих условиях снять профессионально, профессионалы естественно могут, и это и было сделано, и собственно теперь спустя десятилетия мы знаем фамилии этих профессионалов, которые снимали это, и где они это снимали, и почему это место долгие годы считалось одной из самых страшных тайн Соединенных Штатов Америки, это тоже знаем, и в общем одним словом это длинная история, с вашего позволения могу в нее углубиться, могу оставить на будущее, если к тому еще сохранится интерес к этому вопросу. Оставим, потому что здесь уже уточняющие вопросы по поводу того, была ли ракета способна долететь до Луни, как они выжили в таких легких скафандрах, потому что там радиация, ну очень много вопросов остается, я думаю, что на эти вопросы можно будет поговорить и привести факты... Я могу ответить на любой вопрос, самый коварный, который вам кажется, и еще раз подчеркиваю, и меня никто не может назвать защитником американцев, но давайте, как бы сказать, не придумывать на пустом месте и честно говорить, что было и чего не было. Мы лучше рассмотрим в отдельной передаче лунную программу отдельно и советскую, и американскую, и разберем все факты, возможно ли было приземлиться и потом обратно стартануть, да, и чтобы от Луны оторваться и приземлиться, как там радиация, мы это рассмотрим лучше в отдельной передаче, а не будем сейчас скомковать все в одну. Так, от себя добавлю вот здесь про искусственность Земли и систему вообще нашей солнечной. Мне очень греет эта система, вот эта версия, почему? Потому что очень много упоминаний и в сказаниях, и в преданиях, и не только русских, славянских, но и древних, других народов о том, что какие-то боги что-либо создавали для того, чтобы там что-то было, у каждого своя там версия, вот, и насколько все здесь рассчитано, и Луна, опять же, которая все время нам одной стороной, и ее размер, который закрывает Солнце, и расположение, опять же, маленьких сначала, потом больших, и так далее, то есть здесь очень много того, что вот сходится к тому, что это все-таки было искусственно создано. Но опять же, исходя из того, что Вселенные и миры, они с нашей точки зрения бесконечны, то в этом случае никто не может гарантировать, что подобные эксперименты, те высокоразвитые существа, которых мы называем богами, не могли то же самое сделать в других мирах, других Вселенных, которые от нас находятся далеко. Для них это расстояние, скажем так, куриного шага, а для нас это несколько световых лет. Поэтому давайте не будем отвергать ни одно и ни другое, просто-напросто будем включать здравомыслие, и каждый на своем уровне развития будет видеть что-то свое. И я думаю, это будет более правильное решение. Дальше. Вопрос эфир от Виктора Леонидовича. Объясните, США капиталисты вложили в лунную программу миллиарды, а потом свернули программу, выбросили просто так миллиард долларов. Предлагать смехотворно не хватило пары миллионов долларов. Но ты уже отметил, что по всем данным они отбили эту программу и много получили прибыли, а свернули, вот я думаю, что отдельно мы поговорим в следующей передаче. Да, конечно. То есть, одно другому не только не противоречит, но мало того... Дополняет. Дополняет. И когда понимаешь, что ими двигал прежде всего меркантильный интерес, то никаких вопросов, что не требуется придумывать каких-то инопланетян, которые им запретили это якобы делать. Ну, даже если запретили, то, скорее всего, они могли запретить в виде того мужика с дихлофосом или спайлампой. И ладно. Конечно, я думаю, что звонка не было такого. Мистер Президент, мы вам запрещаем пролетать на Луну. Ярогор, вопрос в эфир. А с какой целью ставятся полеты в космос? Сейчас все полеты выполняют почти исключительно заказы на войну. Ну, не надо настолько быть прям вот так утверждать уверенно. Да, даже слово почти здесь не употребляется. Слава богу, он не сказал все полеты. Но даже почти это слишком, наверное, много. Да, если считать в количествах пусков, то, наверное, количество пусков военных разведчиков, оно велико. Ну, по количеству их больше, чем там мирных спутников. Но это в силу специфики, в силу того, что запускаемые разведчики, они краткоживущие. То есть, они чем ниже висят, а они для лучшей эффективности, для того, чтобы разрешение фотоаппаратов было хорошим, их нужно опускать на низкую орбиту. А на низкой орбите долго висеть нельзя. Там неделя-две и аппарат сходит с орбиты. И надо запускать новый. То есть, это не тот спутник, который там погоду изучает и его запускают там на орбиту вытянутую. Эта орбита стабильна, там можно вращаться сотни лет по этой орбите. И, соответственно, менять эти спутники надо только после выработки их ресурса. Так что, это разные типы, принципиально разные типы кораблей. И то, что одних запускают там больше, чем других, не потому, что их в реальности надо больше, а потому, что особенности таковые. Но, тем не менее, утверждение, это не беспочвенно. Я, конечно, очень разделяю, как бы сказать, переживания этого автора. То есть, конечно, я тоже недоволен тем, что на войну тратится больше, чем, ну, может, не больше, но, с моей точки зрения, в любом случае, даже если меньше, чем на мирные программы, с моей точки зрения, и этого много. Но, что называется, не мне это решать. И, понятное дело, все бы, большинство, по крайней мере, из нас, хотели бы жить в мире. Но, что-то вот, нам почему-то кто-то не разрешает этого делать. Хотел бы я, так сказать, знать. Да нет, знаешь, Вадим, мне кажется, здесь не то, что не разрешают, а просто каким-то образом мы уже привыкли сидеть на диване и смотреть рекламу, кто-то с пивасиком, кто-то еще с чем-то, греть себе пузо после работы, и, в общем-то, думать, что мир такой прекрасный, зачем там что-то делать. Кому-то там чем-то управлять. А потом просто сидим и плачем, что нам кто-то управляет, управляет не так. Вот это вот рабское какое-то появилось в нашей цивилизации, какое-то рабское такое отношение к жизни, что лишь бы не было войны вот из этой серии, понимаешь. И многие повелись на это и не хотят быть исследователями, не хотят быть хозяевами своей жизни. Просто вот, ну, так проще. Вот есть какой-нибудь там президент, может быть, министр, может, с чего кто-то. Они умные, они все сделают. А я вот лучше с пивом посижу перед телевизором или там перед радио. Вот Вадима послушаю там или еще кого-то умного или там какого-то умного. Зачем Вадима? Можно Киркорова послушать. Ну, можно. Да, кто-то Киркорова, кто-то там еще кого-то. Ну, тоже хороший вариант. Вот. Так что здесь вот до тех пор, пока у нас тема в голове не проснет, соответственность за нашу землю не появится, соответственность за нашу жизнь. Вот до тех пор и будут эти все проблемы происходить. И до тех пор будут делать люди то, что они считают нужно им делать. Ну, а вы если согласились быть подчиненными, за кого все решают, ну, так и получайте. Какая проблема-то? Так что здесь все очень просто. А по поводу вот когда разговор шел там про военные, ну, так изначально стоял вопрос, если вспомнить, почему космическое все это стало развиваться, да, и сначала стоял вопрос выживания, потому что надо было каким-то образом махануть по агрессору, да, атомную бомбу доставить. Вот. Это первое. И, естественно, что очень много сил для этого было направлено. А потом уже поняли, что можно было что-то исследовать, что-то получать, какие-то там новые материалы и так далее, и тому подобное. То есть потом уже стала подключаться наука уже в полумирных целях, да, это сейчас там уже кто-то говорит, что что-то умирное. Поэтому уже и надо учитывать, что когда была гонка вооружений, то в первую очередь нужно было сделать что-то с точки зрения безопасности. Выживания. Да, выживания, безопасности. Поэтому больше запускалось военных спутников, потом околовоенных, комбинированных, там, ну, и так далее. То есть если запускался спутник с мирной целью, обязательно там какая-то аппаратик какой-то стоял, который там что-то фотографировал там или что-то измерял для военных. Но поэтому здесь однозначно сказать, что все на войну или все не на войну, невозможно. Я думаю, что здесь космос, он всегда двоякое такое назначение имеет. Даже когда летает МКС, все равно там, я думаю, какие-то проводятся эксперименты, которые все равно наполовину можно использовать и там, и там. Ну, как и атом, скажем так, да. Если атом применять в мирных целях, он дает одно, если военных, он дает другое. Но атом при этом ему все равно, как стихии. Вот куда я направлю, что-то оно пойдет. Так что я думаю, здесь вопрос однозначно, вернее, ответ на этот вопрос однозначно не может быть, поэтому переходим к следующему. Дмитрий из Торонто спрашивает. Здравия всем. Верите ли вы в то, что нашу Землю посещают агрессивные пришельцы, которые проводят опыты на людьми и животными? Благодарю. Дмитрий из Торонто. Дмитрий, наверное, не знает, что я не люблю слово верите ли или не верите. То есть я не люблю употреблять слова я верю, что или я не верю, что. Либо я знаю, либо не знаю. В данном случае я знаю, что есть большое количество очевидцев, которые рассказывают о том, что там с ними проводят опыты. Это действительно есть такое. Ну, по крайней мере, я подчеркиваю, я не уверен в этом, но я знаю, что такие рассказы есть большое количество. Это первое. А вот теперь то, о чем я не знаю. Я не знаю ни одного случая, после которого я мог бы назвать пришельцев, даже с учетом этих рассказов, агрессивными. Почему? Потому что агрессия, с моей точки зрения, я надеюсь, вы согласитесь, это некое завоевание, уничтожение, порабощение и другие цели и другие действия, которые ведут к вышеупомянутым действиям, то есть к завоеванию, порабощению, уничтожению. Опыты, а в данном случае эксперименты и опыты, слова-синонимы, опыта над людьми агрессией не могут считаться. Почему? На том же самом основании, на котором наши опыты, наших орнитологов, наших зоологов и прочих ихтеологов и специалистов по рыбам, птицам, насекомым и прочим тварям, которые тоже проводят эксперименты над этими животными, кольцуют их, окольцовывают их, чипируют, одним словом, говоря языком уфологов, похищают их, проводят абдукцию и возвращают на место. То есть с нашей точки зрения, с точки зрения человеческой логики, это не является агрессией, это научная деятельность. Если, так сказать, вы считаете агрессивными, давайте это, что называется, обсудим. Но боюсь, что их теологи, орнитологи и прочие зоологи вас не поймут. Если же вы согласитесь, что это не агрессия, тогда и такие же действия со стороны более высокоразвитых цивилизаций по отношению к нам тоже нельзя считать агрессией. То есть опять я говорю свою любимую фразу, не делайте то, чего не хотите, чтобы не делали вам. Если мы не хотим, чтобы над нами высокоразвитые цивилизации не проводили подобные эксперименты, то не надо проводить их самим над братьями нашими меньшими. Если мы считаем, что нам проводить над животными исследования можно, тогда автоматически мы соглашаемся с тем, что и над нами проводить эксперименты более высокоразвитым существам можно. Но опять же, еще раз оговорюсь, проведение таких экспериментов не считается агрессией. Агрессией в том смысле, в котором мы это понимаем, они не занимаются. Они нас, здесь вы тоже со мной спорить не будете, мы не видим признаков того, что нас завоевывают, уничтожают или порабощают. Если вы видите эти признаки, сообщите, пожалуйста, мне, тогда я, так сказать, не хочу сказать прямомеры, но по крайней мере, я как минимум начну об этом громко вещать и предупреждать и призывать провести, организовать какую-то оборону и встать на священную войну с агрессивными пришельцами. Но пока, извините, то, что я вижу, жалкие потуги убедить нас в агрессивности инопланетян со стороны жалкие потуги со стороны Голливуда, лично у меня вызывают, мягко выражаясь, омерзение, потому что все это не более чем похоже на такую мелкопатническую деятельность, грязную военную пропаганду перед началом войны. То есть, вот такими дебилами и такими мерзкими созданиями фашистская пропаганда изображала в своих фильмах советских людей, советская пропаганда в советских фильмах такими же дебилами мерзкими изображала фашистских этих самых гадов ползучих, а теперь точно так же ничего нового наше кино не придумало за все эти послевоенные годы, только единственное, что сейчас считается неполитокорректным изображать таким уж мерзким ползучими гадами немцев, французов или русских, то есть, это не совсем как бы сказать камильфо, но все равно американцы изображают русских пусть не такими мерзкими, но тоже, так сказать, непривлекательными, мягко выражаясь, а вот зато на инопланетянах отыгрываются по полной программе, с ними можно может наша пропаганда творить все, что угодно, в результате вот и рождаются такие монстры нашего, так сказать, пораженного, гипертрофированного сознания, такие потаенные наши страхи экранизируются, что если инопланетяне увидят эту мерзопакостную военную пропаганду голливудскую, они точно при всем их терпимости и толерантности они поймут, что мы вот этой пропагандой готовимся явно к войне, явно к войне, потому что перед миром, перед перемирием или перед заключением какого-то мирного соглашения с инопланетными цивилизациями такие мерзопакостные вещи не показывают. Показывают замечательные фильмы типа инопланетянин Спилберга, или типа замечательных советских фильмов про добрых и замечательных инопланетян. Вот такие фильмы показывают. И если бы такие фильмы почаще показывали вопросов такого плана не считаете ли вы инопланетяна агрессивными, конечно, мы бы не слышали. То есть я не ругаю товарища нашего из Торонто и он также подвергается такой же идеологической обработки голливудской, как и мы с вами. Мы те же самые фильмы смотрим. Только вот я призываю когда смотрите такие фильмы воспринимать их весьма критично. То есть фильмы пропагандистские к реальности имеют такое же отношение как пропагандистские фильмы времен Гитлера когда снимали геббельсовская пропаганда снимала фильмы про мерзких соседей европейских которые про те народы которые следовало уничтожить. Вот примерно такие же сравнения у меня возникают. Как там профессор Преображенский говорил в собачьем сердце не читайте советские газеты перед завтраком или перед обедом то же самое не смотрите эти голливудские фильмы а ведь они еще не просто отпускают после кольцевания они еще и трепанируют расчленяют так что имейте ввиду это вы про наших орнитологов а те орнитологи не трепанируют к счастью более гуманные более гуманные да так вот когда тут задавали а вообще там Вадим читал там Веды вопрос в чате просвучал так Вадим цитирует вообще ведические заповеди вот когда ты говорил по поводу того что не да ну может быть да вот когда ты там что-то рассказываешь не делайте того что не хотите чтобы делать так это все древние наши вообще заповеди славянские русские ведические и ничего удивительного нет живите просто по совести делайте то что надо чтобы делали вам вот и делайте другим все будет хорошо так ладно дальше Дмитрий из Торонто продолжает продвигаются ли разработки андатролова применительно космической теме ну перевожу на русский язык ловандатра ну суть суть я понял вопросы продвигаются но очень медленно нужны средства для для там запчастей для энергоустановки там для многого другого вот в общем по этим позициям мы так сказать простаиваем но подчеркиваю руки не складываем мы сделаем свои дела пусть без чужого финансирования но пусть медленно но мы все таки не в застое хорошо так дальше я говорю вопрос эфир а как бы с тем что например наши славяне приходили к менее развитым народам и давали им знания чтобы они могли развиваться правильным путем может быть все таки более развитые цивилизации зря с нами не контактируют ну я бы не сказал что они совсем не контактируют то что мы этого не видим не означает что этого нет но опять же это по моей логике разумеется я не знаю про истинные правды может быть действительно не контактируют может быть там не железный занавес а там информационный занавес какой-нибудь они вокруг нашей цивилизации там карантинный такой занавес установили я могу это допускать но нет уверенности как там один слушатель говорит могу я со стопроцентной уверенностью да не могу я наверное как и вы тоже со стопроцентной уверенностью утверждать об их целях и намерениях я со стопроцентной уверенностью утверждаю лишь что агрессивных целей у них нет. Почему? На каком основании? Потому что были бы, у нас бы уже возможности рассуждать на эту тему давно не было. Если мы так спокойно, свободно на эту тему рассуждаем, как минимум означает, что мы все еще не завоеваны и не порабощены и не уничтожены. Значит, извините, кричать о том, что над нами это делают, знаете, можно один раз кричать о том, что Россия на какую-то соседнюю страну нападает, можно два раза кричать, можно там десять раз кричать, но кричать об этом на протяжении многих лет, конечно, это явно безумие какое-то. Точно так же это я сказал про Россию, но точно так же можно сказать и про коварных инопланетян. Можно один раз соврать, что они коварные и завтра прилетят нас всех, съедят. Можно два раза. Можно даже, я не знаю, Голливуду каждый год выпускать эти красивые блокбастеры. Но рано или поздно тут две реакции человека, человеческие могут быть. Либо ты к этому привыкаешь и считаешь вот такое действие, как само собой разумеющееся, что даже, это же все знают, это же, даже обсуждать тут нечего. Либо у тебя, если ты думаешь, у человека возникает вопрос, слушайте, здесь что-то не так. Если нас завоевывают каждый день, то почему до сих пор не завоевали? Простой, дилетантский, но, тем не менее, это детский вопрос, но он очень правомочен. И этот вопрос не имеет другого ответа, как тот, что мы должны признать. Если нас не завоевали, значит, этого и не было никогда. Потому что для завоевания достаточно одного раза. Для некоторых соседних государств достаточно одного раза, чтобы Россия напала. Если она этого не делала, значит, она это действительно ни разу не делала. Для инопланетян достаточно одного раза, чтобы напасть на Землю. Чтобы этот вопрос снять раз и навсегда. Вместе с Землей, вместе с теми, кто задает эти вопросы. Если люди все еще задают этот вопрос, значит, этого не было. Ну да, здесь надо понимать, что все восхищаются уровнем, технологическим уровнем развития инопланетных различных цивилизаций, их представителей, которые к нам пролетают. Но при этом почему-то не учитывая, что если бы было желание захватить что-либо, то достаточно было применить ничтожную долю их знаний, умений и каких-то оборудований для того, чтобы здесь все уже было давным-давно порабощено и так далее. То есть нестыковка вообще полная на всех уровнях, то есть логики нет вообще никакой. Кричат о каком-то захвате, какой-то там подготовке, но при этом восхищаются технологиями, что они там приперлись к нам из-за каких-то там 3-9 земель световых сотен тысяч лет и при этом они что-то там сидят и раздумывают, как бы нас тут на какой козе хромой подъехать, чтобы нас там забодать или завоевать. Ну, смешно в общем. Ребят, не валяйте дурака, но все довольно просто. Включайте просто голову. Вопрос эфира от Владимира Изматиевича. Вадим, проект космического лифта реален или это бред? На 100% нереален, по крайней мере в том виде, в каком он преподносится. Возможно, какие-то элементы из этого проекта будут когда-нибудь реализованы, но в том виде, как сейчас он преподносится, это просто нереализуемая, в принципе, нереализуемая вещь, а именно напомню просто для тех, кто не в теме, эта система тросовая система, один конец, которого упирается за якорин где-то возле экватора. Читайте книги Артура Кларка, в которых это все красочно описано. А верхний конец уходит далеко-далеко за геостационар. И поскольку вот эта система прощи крутится вместе с землей синхронно, то верхняя часть этого лифта крутится так сильно, что центробежной силой вытягивает и обезвешивает сам лифт. То есть, иными словами, такой мостик, такой трос, который практически как у фокусников факиров, которые подбрасывают канат в небо, он зависает где-то там за облако цепляется, зависает и факир по нему поднимается. Идея-то красивая, согласись. Красивая, да, безусловно. И факиры красиво это делают, и Артур Кларк это красиво придумал. Но есть, как бы сказать, гладко на бумаге. А в реальности, кстати, есть такая вещь неприятная, как космический мусор, значит, которые, ну, проблема это уже все уши прожужжало тем, кто в теме. Вокруг нас на всех орбитах от низких до высоких вращается огромное количество мусора. Догадайтесь, кто его туда затащил. И теперь мы сами насорили, напакостили и не знаем, что с этим мусором делать. Он постепенно, конечно, сгорит, в атмосфере, постепенно. Но пока это произойдет, пройдет много-много лет. А до того времени, даже не лет, а десятилетия, может быть, столетия, а до того времени существование лифта катастрофически невозможно. Просто потому, что спастись от летящего мусора маневрируемому кораблю, например, МКС, еще можно, когда баллистики предупреждают о том, что кораблю приближается космический мусор, он не то, что медленно приближается, просто траектории всех частичек вычисляют, они все частички, ну, все частички размером выше там, по-моему, болтика известны. и если вычисляют, что какой-то болтик там на следующем витке может зацепить МКС, то быстро об этом сигнализируют, и МКС стараются поднять выше, то есть увести на безопасные расстояния. С МКС такие финты проходят, и с миром такие финты проходили, хотя, так сказать, там случаи, когда получали хороший пинок от космического мусора уже были. Вот. А с неманеврированными объектами такой финт не пройдет. Увести в сторону космический лифт невозможно. Если вы получите хороший удар на скорости 8 километров в секунду в такой лифт, в такой трос, то что будет от такого удара, вы можете себе представить сами. Скорость 8 километров в секунду это примерно в 10 раз выше скорости полета пули или снаряда. Причем на вылете. Да. Причем, как вы понимаете, это такая энергия от удара, от энергии удара, она зависит от скорости в квадрате. То есть, это значит, что энергия вот этого космического мусора, который летит в 10 раз быстрее, чем скорость пули, будет выше, энергия от удара вот этой частицы будет выше не в 10 раз, а в 100 раз. маленький болтик один попадет по самым прочным струнам, из которых вы соорудите этот лифт. На земле пока нет такого материала, но нанотехнологии обещают такой материал создать из нанотрубок. Но даже если они создадут такой материал, причем в больших количествах, нужно 40 тысяч километров таких нанотрубок сделать. Я не знаю сколько штук, но по длине эта связка должна быть 40 тысяч километров. Если в эту связку где-нибудь на высоте примерно 300-400 километров угодит снаряд размером с обычный болтик, то взрыв от этого болтика будет такой, что не выдержит ни одна броня. То есть там нужно бронировать эту систему или ставить зенитную установку, которая расстреливает лазером все, что приближается в округе. Но спрашивается, а все это технически, если задаться целью, я, конечно, шучу где-то, но если задаться целью, то можно сделать и систему защиты этой системы, и систему защиты защиты этой системы. То есть все реализуемо, но в конечном итоге система усложняется настолько, что люди, которые проектируют, задают сократометальный вопрос, а зачем мы можем решить те же проблемы другими средствами, без таких вот серьезных, опасных телодвижений. опять вспомним с того, чего начали сегодняшний разговор, хотя бы звездоплавательные технологии, звездолетные технологии, хотя бы телепортационные технологии, после чего вопрос с лифтом становится таким же глупым, как вопрос сейчас вот можно задать, нужно ли делать там допустим стоянку для тысяч конных повозок в Москве, вот эти вопросы, где сделать стоянки на тысячи конных повозок в центре Москвы, такие вопросы задавали футурологи в конце 19 века, вот как перестроить Москву, к тому времени уже достаточно большой город, и строили планы, как вот решить эту транспортную проблему, но видите, вот оказалось, перешли на новый качественный скачок, и вопрос уже не поднимается, где девать эти конные повозки, появляются новые, конечно, проблемы, но вопрос с лифтом, с космическим лифтом, вполне может быть к тому моменту, когда он станет реальным для реализации, когда появятся системы из прочных тросов, когда появятся системы защиты этих тросов, может получиться так, что к тому моменту и системы такой уже не нужно будет, и мы эти проблемы будем решать гораздо проще и гораздо меньшими силами. Дешевле и надежнее. Дешевле, конечно, и надежнее, все верно. Да, вот возвращаясь к нашему предыдущему вопросу по поводу общения, знаний и так далее, я думаю, что все-таки не все люди одинаковы, как не все кошки серы, и надо учитывать, что есть варновые различные варианты, когда один проходит один уровень развития на Земле, кто-то там повыше, кто-то пониже, кто-то совсем высоко и так далее. Поэтому общаться могут высшие существа только с теми, кто готов их воспринимать. Поэтому это как дополнение к тому вопросу, который был до этого. Я думаю, что не нужно прилетать и дворнику, который с Будуна улицу метет, доказывать о каких-то высших ценностях, рассказывать о каких-то высших технологиях. Я думаю, что те, кто высшие технологии хочет о чем-то рассказать, он пойдет к какому-то ученому и с ним поделится. Если о каком-то духовном, нравственном, то он, например, к какому-то религиозному деятелю или кому-то еще придет и расскажет о том, как правильно жить на свете. А дядя Вася, дворник с Будуна, нести, потому что это его мало интересует, это ему мало нужно. И поэтому уровень цивилизации подразумевает еще, высокий уровень цивилизации подразумевает еще и то, что выборочно передаются знания тем, кому это необходимо и кто их может воспринять и передать. Но это как отступление. Хорошо, так, с лифтом разобрались, с лунным трактором попозже поговорим и так дальше. Автор Ингваре задает вопрос в эфир. А как быть с тем, что, например, наши славяне приходят... А, это все, разобрались. Вот как раз это то, что я отвечал. Елена 777, вопрос эфир. Когда летающие аппараты пересекают озоновый слой, при этом озоновый слой повреждается, что вы об этом думаете? Не вредно ли это для землян и земли? Абсолютно не вредно, потому что если вот эти аппараты высокотехнологичные, то от них вреда для озона не больше, чем от ветров, которые и так дуют в верхних слоях атмосферы, так что, мама, не горюй, там и без вашего легкого дуновения, которое сопровождается пролетом летательного аппарата, без вашего этого легкого дуновения там хватает своих ветров. Там мешанина такая в верхних слоях, что озон движется примерно так же, как, извините, фрикадельки у вас в кипящем супе туда-сюда, так сказать, болтает движением кипятка. Так что за озон не переживайте, он выдержит и не такой, и выдерживал озон, озоновые проблемы, да будет вам известно, которые, которыми прожужжали все уши в 80-х, 90-х и 2000-х годах, действительно существовали. И причину повреждения озонового слоя узнали в первом же случае, как только это произошло. Повреждало озоновый слой, повреждали работы боковых ускорителей американских шаттлов, которые работали на твердых компонентах и агрессивные продукты сгорания этого самого твердого топлива и приводили к тому, что каждая молекула сгоревшего твердого топлива уничтожала десятки, сотни молекул озона. То есть озон после каждого старта шаттла уничтожался примерно в радиусе 300 километров. То есть для озонового слоя опасно было не дуновение какого-то ветерка или не пролетевшее тело, которое просто летит, не выделяя там никакой химической заразы, а именно химия. И не любая химия, а что называется выборочная. Вот водородные ракеты, то есть те ракеты, которые использовали компоненты водород, кислород или кислород, керосин считаются почти абсолютно нейтральными к озонам, то есть озон от этих компонентов либо не повреждается, либо в случае с водородом даже прибавляется, поскольку компоненты выделяемые, в общем, это водяной пар на самом деле, то есть от водяного пара до озона там дистанция в химическом плане не такая большая. И даже наши советские ракеты с агрессивными компонентами типа несимметричный диметилгидрозин азотный тетраксид даже они на озон достаточно гадская так сказать химия, но озон к ней к этой гадской химии равнодушен. А вот к твердотопленным ускорителям шаттловским озон оказался весьма неравнодушен. И как только произошел первый старт шаттла американцы оказались в шоке, поскольку увидели дыру в озоновом слое диаметром 300 километров и слава богу эта дыра из-за дрейфа ветра дрейфовала из-за того, что ветер дул, дыра дрейфовала не в сторону штата Флорида, а в сторону Атлантики. Ну, сколько там на Атлантических островах в районе Бермудского треугольника, в районе тамошних островов внезапно людей сгорело и получало сильнейшие ожоги, о такой статистике мы не знаем. наверное, эта статистика резко пополнила статистику невероятных смертей и ужасных исчезновений в Мермудском треугольнике. Вот откуда, так сказать, страшные слухи 80-х годов. И шутки шутками, вернее, это совсем не шутки, но эту проблему, естественно, американцы решали. конечно, во-первых, они уменьшили благодаря формованию этого самого топлива, они уменьшили искусственно уменьшили силу тяги боковых ускорителей в тот момент, когда боковые ускорители проходили озоновый слой, но уменьшили, естественно, не до нуля, а там на считанные проценты. Это чепуха, как бы сказать, это не решение проблемы. Решение проблемы было совсем отказаться от этих боковых ускорителей, но это было нерентабельно с точки зрения бизнеса. Бизнес ничего личного. Поверьте, так сказать, никто не хотел создавать озоновые дыры над головами жителей Атлантических островов. Никто не ставил такой цели намеренно, это был просто бизнес и ничего, кроме того. Значит, но самое главное было не формование твердотоплива, а то, что было изменен график и траектория запуска шаттлов. Если вы вспомните первые самые пуски и последующие пуски, то начиная с n-го запуска, когда эта проблема была решена, пуски происходили следующим образом, шаттл со стартового стола уходил вертикально вверх и буквально в считанных километрах над стартовым столом, то есть в поле зрения человеческого глаза, он резко как бы ложился на брюхо и резко уходил в сторону, то есть совершал такой вираж, характерный, наверное, для истребителей во время боевого разворота, но никак не для космических ракет, которые не предназначены для каких-то там, для какого-то высшего пилотажа, и конечно, это выглядело эффектно, вот такие виражи на старте, и их приятно смотреть, одним словом, посмотрите старую хронику, будет очень любопытно как бы уже другими глазами посмотреть на эти виражи, а сделан этот вираж делался только с одной целью, сделать так, чтобы шаттл максимально далеко ушел от стартового стола, где собрались толпы зрителей, журналистов, телезионщиков, над которыми создание озоновой дыры нежелательно, если, конечно, дело происходит днем, ночью можно такие изящные виражи не делать, поскольку нет солнца, а днем вираж нужно сделать, чтобы уйти подальше от стартового стола, и чтобы дыра все равно появится, но она появится не над Флоридой, а появится где-то там над островами, островитян их не жалко, значит, и третье очень немаловажная вещь была сделана в связи с вот этой проблемой, объявили борьбу с озоновыми дырами, то есть, если ты не чувствуешь, что тебя могут за одно место схватить в связи с тем, что ты нарушаешь озоновый слой, то либо надо прекратить нарушать, либо возглавить борьбу по поиску нарушителей, что и было второе, и было сделано, и те, кто это делал, возглавили борьбу с теми, кто делает озоновые дыры, стали искать, кто же это делает, озоновые дыры, и очень быстро нашли, оказалось, что озоновые дыры делают фреоновые холодильники, дело в том, что к тому моменту в Америке фреоновые холодильники уже выпускались в малых количествах, перешли уже на другие холодагенты, а ведущим производителем фреоновых холодильников, ведущим экспортером в мире, был к тому моменту уже Китай, и запретив фреоновые холодильники, по причине того, что фреон якобы испаряется, и якобы разрушает озоновый слой, тем самым фактически вновь поделили рынок, обрушили производство, которое в момент стало нерентабельным, производство в Китае, а зато собственные холодильники, которые были не на фреоне, получили на некоторое время карт-бланш, и очень долго нам рассказывали трогательную историю о том, как официальная наука подтвердила то, что фреон виноват в создании озоновых дыр, при этом робкие замечания учителей физики о том, что фреон не может привести к созданию фреоновых озоновых дыр, в связи с тем, что фреон газ тяжелый, и в случае утечки из холодильника или неважно откуда, фреон опускается вниз, то есть это тяжелый газ, и если его выпустите, он не подымется вверх, там, где находится озоновый слой на высоте десятков километров, озоновый слой высоко, а фреон низко, и ни одна молекула фреона не достигла озонового слоя, весь фреон всегда оставался внизу, как любой тяжелый газ, то есть иными словами, он не, фреон никогда не мог встретиться с молекулами озона и никогда не мог их уничтожить, кроме как в экспериментах, когда их насильно в одной емкости смешивали и показывали, смотрите, оказывается, фреон может это делать, может в эксперименте, в колбочке маленькой, но в масштабах планеты фреон этого сделать не мог, и вот такое, мягко выражаясь, ненаучное, я не знаю, как это назвать, оболванивание, это самое мягкое слово, продолжалось несколько десятков лет, нам рассказывали о вреде фреона, рассказывали о том, как мощно осваиваются средства по изучению, борьбы с этими озоновыми дырами, с решением этой проблемы, что эта проблема требует международного вмешательства, требует, чтобы страны скидывались на борьбу с озоновыми дырами, то есть, чтобы мы оплачивали и это изучение, и борьбу с этим озоновым слоем, в общем, одним словом, длилась эта комедия очень долго, и прекратилось все это финансирование с последним запуском шаттла, просто шаттлы выработали свой ресурс, больше эксплуатировали, не потому, что они были вредны, а потому, что они стали уже опасны для эксплуатации, они были шаттлы отправлены, оставшиеся в живых, конечно, из пяти шаттлов два сгорели, как бы сказать, безвозвратно, а три оставшихся отправили в музеи, где они сейчас, к счастью для всех землян прибывают, больше не истончая озоновый слой, но как только это произошло, как только их сдали в музей, три из пяти, сразу же борьба с озоновыми дырами прекратилась, по причине того, что больше некому эти озоновые дыры создавать, и больше, так сказать, об этой проблеме мы ничего не слышим, вот так делается так называемая, ну, назовем это слово официальная наука, когда спрашивают, что по тому или иному вопросу думает официальная наука, вспомните историю с озоновыми дырами, официальная наука нас убедительно убедила очень авторитетно в том, что это виноваты во всем фреоновые холодильники, замечания неофициальных учителей истории как бы в расчет не воспринимались. Вот такая получительная история. Остановлюсь, Вадим, за что я тебя уважаю, внутри эфира умудряешься сделать еще один мини-эфир, можно было сделать отдельный эфир по поводу озона и всего такого, но ты решил развить тему. Я предлагаю сейчас ответить достаточно коротко, вопросы эфира мы больше не принимаем, потому что уже больше четырех часов у нас идет эфир, это уже на мой взгляд перебор, многие люди пошли спать. Я, конечно, понимаю, что земля круглая, они все равно к нам вернутся, даже если мы будем до утра. Через сутки продолжим с ними разговор. Через восемь часов многие к нам присоединятся, но все равно предлагаю все-таки не растягивать хорошую понемножку. Итак, вопрос от Владимира Измытич, отвечать только коротко, чтобы нам уже как-то так себя в рамку держать. Ты сказал, Владимир, тема очень злободневная. Больная, я понимаю, наступили на мозоль, я понимаю, что Елена, она там превзошла своим вопросом все твои рамки сдержанности и тебя понесло. Итак, Владимир Измытич, Вадим, ты сказал, другая физика или мне послышалось? Уже люди поднимают вопрос другой физики, уже началось буквально коротко. Да, началось. Да, конечно, но это не вчера началось, это постепенно, то есть, это движение идет постепенно и вопрос не в том, что это началось, началось давно, вопрос, когда беременная разродится, то есть, физика беременна новой теорией, но беременна не означает рождение. Вот как в начале 20 века физика была беременна предвкушением какой-то теории, и в конце концов, так сказать, эта теория появилась, теория Эйнштейна. Так и сейчас физика беременна. Хорошо. Вопрос от Елены 777, которая возмущалась, почему они зачитывают мои вопросы? Вопросы зачитываем по мере их поступления в очереди, как они поступали, так и зачитываем. Какие писатели-фантасты наиболее близки к истине? Есть, естественно, они разные есть, есть те, кто там одно произведение написал, но себя прославил, есть те, у кого, но, я так понимаю, вопрос о степени прозорливости или степени удачной проскопии, это я тоже самое сказал, только научным термином. Удачная проскопия или процент удачной проскопии у фантастов, у фантастов уверенно занимает Герберт Уэллс. У него из 75, это я на вскидку по памяти говорю цифры, из 75 научных предсказаний сбылось 73 и 2 оставшихся близки к тому, чтобы сбыться. Как только они сбудутся, можно сказать, что процент проскопии у него 100%. На втором месте это мой личный рейтинг, кто-то может соглашаться, кто-то нет. На втором месте по этой же категории Герберт Уэллс проходит, а далее там близки к этому несколько человек, самый удачливый из наших советских писателей и фантастов Александр Петрович Казанцев, первый руководитель космопоиска. Тоже очень большой процент проскопии. Но это рекордсмен по Советскому Союзу. Благодарю. Дальше Дмитрий П. В связи с этим вопрос в эфир. Имеют ли смысл полеты в космос на текущий момент? Если они загрязняют нашу планету, возможно, нам требуется время, чтобы прийти к тем технологиям, которые будут экологичными, сравнивыми с нашим космическим кораблем под названием Земля. Ну, здесь я понимаю опасения человека и их разделяю. Но, к счастью, я так долго говорил о шаттлах, они все-таки ушли в историю. Так сказать, когда будете, если будете в американских музеях, где они стоят, как бы сказать, посмотрите на них другими глазами. Если будете на ВДНХ, где, на ВДНХ в Москве, где стоит советский шаттл, который называется «Буран», знайте, что наш «Буран» был на порядок экологичнее, и у него не было этих смердящих, твердотопленных боковых ускорителей, компоненты были исключительно экологичными. Вот, поэтому, как бы сказать, в отношении нашего «Бурана» таких проблем, таких претензий нет, в отношении ныне эксплуатируемых ракет есть претензии к некоторым из них, но наше правительство, насколько я знаю, уже взяло курс на замену этих устаревших экологических ракет на новые ракеты с безопасными компонентами. И в процентном отношении старые ракеты с опасными компонентами эксплуатируется все меньше, в процентном отношении. Как только будут запущены тяжелые варианты более современных ракет, «Русь», «Ангара» и так далее, то необходимость эксплуатации вот последних ракет с опасными компонентами пропадет. Но, напомню, даже эти еще остающиеся ракеты с опасными компонентами не влияют на озоновый слой. То есть, они влияют немножко на другое, но с озоном у них, как бы сказать, проблем таких нет. Ну, одним словом, я не к тому, чтобы я не защищаю чьего-либо ведомства, Роскосмос не защищаю, но тоже не надо как бы вот уподобляться, повторять безумный негативный опыт. Помните, в конце 80-х годов, когда безумные люди бегали по Москве с плакатами, надо непременно закрыть всю космонавтику, поскольку она, мол, там черная дыра, туда мы кормим космонавтику, и там в ответ ничего не получаем. То есть, закроем космонавтику и сразу заживем. Сразу колбасы будет много, космонавтику прикрыли на некоторое время, оказалось, что нас надули, что космонавтика оказывается не то, что не поглощает деньги в безумных количествах, да, она поглощает, но она в безумных количествах и возвращает деньги. Космонавтика, да будет вам известно, это отрасль более рентабельная, чем торговля оружием и торговля наркотиками. Это вообще первая статья самого доходного бизнеса в мире. И уничтожив конкурентов, объяснив глупым конкурентам, что ваша космонавтика только поглощает деньги, а не дает вам ничего, те, кто придумал эту глупую мысль, решили массу проблем, но только своих, а не наших. Вот, поэтому я за то, чтобы экологические ракеты запускать, но делать это надо правильно после того, как появятся новые, а не просто, так сказать, запрещать ничего не выпуская взамен. Ну, много нам чего рассказали в 90-е, лихие 90-е, и как танки надо на сковородке пускать, и как надо ракеты пилить, и как надо подводные лодки убирать, и как надо вообще науку закрывать, потому что это все не то и не в ту сторону, и так далее. В общем, с тех пор много что у нас, конечно, начинает меняться в мозгах, но пока еще есть люди, которые дальше своего носа не видят. Последний два вопроса, Елена 777, вопрос в эфир, сколько планет вращается в нашей галактике на той взгляд? миллиарды? Точно число не знает никто. В нашей галактике понятно, я думаю, что скорее всего не галактики вопрос был, а скорее всего солнечной системе, но раз ты сказал про галактику, давай про галактику миллиарды. Про галактику, да, миллиарды, никто этого не знает, и вопрос даже, так можно сказать, ошибка здесь может составлять даже не проценты, а тысячи процентов, то есть это могут быть сотни миллиардов, может быть тысячи миллиардов или там единицы миллиардов, вот примерно такая разница, но... В общем, не сосчитаешь. Да, очень много на нас хватит, если Лена хотела сказать в солнечной системе, то я отправляю Лену и всех желающих к справочникам, к своим книгам, там они, все планеты посчитаны, общее количество восемь, четыре планеты земноподобной группы, четыре планеты гигантов, и еще споры идут около десятка планет карликов, а сколько конкретно никто не знает, потому что периодически их новые открывают, так что в общем много, много планет все больше и больше. Ну да, я просто Лене напомню, что если опять же мы тут касаемся иногда на радио таких тем, которые с какими-то древними писаниями, там как раз 27 планет описываются, даже какие-то названия даются, мало того, описывается расстояние, скорость вращения там вокруг нашего Солнца и так далее, то есть вот до 27 когда доберешься. Ну, пока в реальности если с планетами карликами, то в нашей Солнечной системе их около двух десятков, но точно количество, подчеркиваю, неизвестно, поскольку там несколько тел под вопросом. Ну да, и вообще тяжеловато, потому что, во-первых, расстояние уже, чем дальше, тем сложнее вычислить и понять, то есть здесь уже очень сложно. Ну, давай-то перейдем к следующему вопросу, Виталий из Эстонии. Вопрос в эфире. Вадим, как собираешься применять информацию на практике? А какую информацию он имел в виду? А вот о чем сейчас говорил. А, вот именно что и собираюсь, именно теория хорошо, а практика нужна, и нужно это делать. Как мы это будем делать? Покажет, покажет опять же та самая практика. Ну, будем стараться, ну, пока нет большого финансирования, хотя бы хоть что-то будем делать, хотя бы пропаганду этого вести. Но совсем вот сложа руки сидеть и говорить, еще не пришло время, мы не будем. Пропаганду я веду большую, только по количеству докладов и лекций в разных городах наверное, в год набираются с полсотни разных лекций на тему звездоплавания и иже с ними. Так что, хотя бы это я могу в актив записать, но понятно, это не совсем то, о чем человек спрашивал. Хотелось бы чего-то более, более, так сказать, конкретного и более практичного, чем пропаганда. Но с этим, понятно, дело есть сложности. Хорошо. Итак, шел шестой час нашего эфира. Появился вопрос от Ивана Августа, но я думаю, что я его озвучу, но отвечать мы будем как-нибудь в следующем нашем эфире. Я сам журналист, спасибо коллеге за такую программу, на федеральных каналах такого сделать невозможно. У меня вопрос к Вадиму, что ты думаешь, Вадим, по поводу строительства Санкт-Петербурга, колонны на Дворцовой, Исааковский собор. Я думаю, ты понимаешь мою мысль, как ты думаешь, как это могло быть с технической точки зрения и так далее. Я просто озвучил этот вопрос не то, что ты отвечал на него, просто сказать, что вот такие вопросы, наверное, надо нам тоже как-то в одну из передач поднять. Я согласен, я понимаю, может быть, интереснее для кого-то, по крайней мере, было бы пригласить в вашу передачу человека с каким-то более, как бы так, помягшись сказать, менее традиционной точкой зрения. Да, в последние годы появились теории, что Петербург возник давно, что колонны сделаны там до нашей эры, а не при Петре, там не при Екатерине, то есть не 200-300 лет назад, а гораздо-гораздо раньше, там 2-3 тысячи, или там 20-30 тысяч лет. И тут, конечно, на усмотрение редакции радиоканала, либо надо приглашать действительно сторонника вот таких нетрадиционных теорий, либо человека, который называется традиционным историком. Для желающих я передрисую вас, например, на канале Ютуба есть такой канал «Разведопрос». Там этот вопрос поднимался очень долго, там на протяжении нескольких часов обсуждалось и очень едко, надо сказать, с очень такими едкими комментариями, краткое содержание которых сводится к тому, что, уважаемые, ну, как бы, можно спорить, естественно, и нужно спорить, я даже добавлю, по поводу истории неписанной, которая там происходила во времена летописи, которых просто до нас не сохранились или этих их не было, это, конечно, более чем спорно, но то, что происходило на глазах сотен и даже сотен тысяч жителей Петербурга, когда там описаны подробности, такие подробности, включая там количество выданного жалования каменотесом, то есть известно очень подробно кто, когда и при каких обстоятельствах делал те или иные колонны, поэтому вот прежде чем теорию возводить, что колонны на самом-то деле были сделаны не каменотесами 200 лет назад, а откуда-то там из-под болота вытащены и незаметно ночью поставлены, так, чтобы никто не видел, что это не мы сделали. Вот это, конечно, красивая версия, не спорю, но она имеет такое же примерно право на существование, как красивые версии о том, что первый полет на Луну был сделан в 30-е годы, но засекречен коварным Сталином, и поэтому мы об этом ничего не знаем. На Марс мы тоже уже летали в 70-х годах, но тоже по какой-то причине такой коварного, коварных спецслужб тоже этот полет был тоже засекречен. Ну, это очень здорово на эту тему поговорить, и, честно говоря, это раскрепощает сознание, фантазию раскрепощает, и для, вот именно как игра ума, для полета фантазии более чем замечательная задачка, но, что называется, все-таки давайте сначала изучим матчасть, а потом, так сказать, будем уже фантазировать. На ее основе что-то там придумать, да. Я понял, значит, это, опять же, был вопрос просто к тому, чтобы ты понял, какие вопросы интересуют, и еще тогда уже три раза человек написал. Климт, правда, не по форме он написал, нет такого в начале вопроса в эфир, но, поскольку три раза пишут, для нее, значит, это жизненно важный вопрос. Вадим, как вы считаете, кто общался с Билли Майером, и как вам его фото и видео НЛО? Вот буквально там коротко, два слова. Коротко, спорно. Я не буду повторять общеизвестные истины. Есть, естественно, фанаты Билли Майера, которые от него без ума, среди этих фанатов есть мои хорошие знакомые, которых я уважаю как людей, но не менее, так сказать, не меньше уважения или даже больше доверия, на мой взгляд, заслуживают и комментарии, которые развенчивают от этой истории, не оставляют камня на камне. При этом я, к сожалению, вынужден констатировать, поскольку Билли Майер не являлся моим личным знакомым и эту историю я знаю не из личного впечатления, а опять же в пересказе других людей. Я понимаю, что воспринимать чью-то точку зрения и та, и другая точка зрения являются предвзятыми, надо понимать это и вставать на чью-то предвзятую точку зрения, не имея своих собственных веских оснований, я не имею права. Поэтому так, осторожно говорю, я отношусь к нему осторожно, не считаю нужным и необходимым для себя вот эту историю преподносить как некое доказательство в пользу, ну там, условно говоря, вот великого контакта, такого произошедшего с этим удивительным человеком. Будущее покажет, наверняка, мы найдем способ проверить рано или поздно его показания. И может быть окажется, что это и замечательный мистификатор, а может быть и действительно недооцененный гений своего времени. И к тому и другому варианту я готов. Но сейчас я не готов вставать на чью-либо такую вот сторону. Обе стороны, которые спорят вокруг истории с Билли Майером, явно здесь нет в этих спорах серых тонов, здесь либо черный, либо белый. Я пока не принял ничью точку зрения. Ну что ж, все вопросы наконец-то мы озвучены. 5 часов 25 минут идет у нас эфир. Такой некий марафон появился. У нас остается... Звездоплавание, она тысячелетняя, однако. Поэтому... Хорошо. Давай в заключении что-то говорить уже доброе, красивое и вечное для того, чтобы так что-то хорошее пожелать нашим радиослушателям. С позволения радиоведущего, который все наши радиоэфиры всегда обозначает фразами о том, какой нынче год по славянскому календарю, разрешите мне закончить наш замечательный разговор. Может быть, с иронией, может быть, с намеком, но воспринимайте, как хотите, но слова. Давайте считать наш год, нынешний год, не будем напоминать, какой сейчас на столе, за окном год, год там, десятый до начала звездоплавательной эры. Наверняка, когда это случится, а это случится, я очень надеюсь, скоро, надеюсь, что дожить до звездоплавательной эры удастся большинству из нас, когда это случится, это действительно будет переход на какой-то новый космический этап существования цивилизации. Начнется ли новое летоисчисление, или мы вернемся к старому, которое, в свою очередь, тоже наверняка начиналось с чего-то такого, этакого, космического, я не знаю, но с иронией поэтому говорю, за сим мы сегодня прощаемся с вами, желаем доброго времени суток и времени на нашем условном звездоплавательном календаре 10 лет до начала новой космической эры. Отлично. Ничего такого удивительного для меня здесь нет, я согласен, что пора бы уже переходить на какой-то новый календарик, и вот 10 лет такая интересная точка отсчета до новой эры космической, но в свою очередь хочу отметить, что в большинстве ведических древних каких-то писаний упоминается, что наша жизнь на Земле началась как раз с космологии, с космического прихода наших пращеров сюда на Землю, то есть, если уж мы появились здесь благодаря приходу наших пращеров на Землю из космоса, в этом случае почему бы нам новую эру, новую эпоху не начинать опять с космического какого-то представления, но вот звездоплавание, эра звездоплавания, пускай будет эпоха звездоплавания, я нисколько не возражаю, это все в нашем духе, от себя вот что я хочу дополнить, описанные в древних сказаниях события и устройства настолько интересны и невероятны с точки зрения современного обывателя, что остается только разводить руками, как такое могло раньше быть, и почему мы сейчас до этого в общем-то не достаем и представляете, на каком низком уровне мы сейчас находимся, причем в уровне на всех смыслах этого слова и технологии, всегда надо помнить об этом, соответствуют уровню развития человека и человечества и в первую очередь морального и духовного. Вот если мы сумеем вернуться к тому уровню морального, духовного понимания этого мира, как это было, например, несколько тысячелетий назад, о которых говорят многие легенды разных народов, когда мы там чуть ли не пешком ходили к звездам, вот тогда и будут даны технологии, которые нам позволят опять к звездам возвращаться, заниматься звездоплаванием, путешествовать в космосе, общаться с братьями по разуму, потому что они нам станут братьями по нашему уровню понимания. Вот на этой позитивной ноте напоминаю вам, что на современном, на одном из современных календариков уже 8 сентября, четверг 2016 года, а на одном из старинных пока еще 28 день месяца завершения лета 7524-7, ну или нулевой день, пока еще не знаю какого месяца, но 10 лет до новой эры звездоплавания. Итак, мы говорили про звездоплавание, а как вы, готовы ли вы лететь в далекий космос, такова была тема сегодняшнего эфира, автор сведущий Вадим Чернобров, за что я ему благодарен, нас тут уже поздравляют с наступлением новой эры, вот, и я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, включайте здравомыслия, включайте разум, будьте людьми, человеками, которые полностью соответствуют своему предназначению, которые полностью соответствуют своим великомодрым предкам, у нас великое наследие, помните об этом, потому что основываясь на нем, мы сможем становиться теми, кем должны быть, и мы сможем тогда и звездоплаванием заниматься, и жить и на этой, и на других землях в более доступной, в более правильной обстановке, в более правильном обществе. Желаю всего самого-самого доброго, с вами был Алексей Орлов, Народное Славянское Радио, до новых встреч, услышимся. Народное Славянское Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров Редактор субтитров